Оставьте суету, оставьте тревогу сегодня за дверями этого саматория, потому что мы сегодня находимся действительно в очень замечательном месте, здесь шикарная энергетика, и давайте сегодня пусть произойдет магия. Пустите магию в свою жизнь, и я очень люблю цитаты великих людей, особенно Эйнштейна, и моя самая любимая цитата это, что жизнь можно прожить только двумя способами. Первый способ, это так, как будто чудо вообще не существует. И второй способ, это так, что вокруг все чудо. И я знаю, что сегодня каждый из вас получит свой результат. Кто-то отпустит достарелые обиды, у кого-то появится новая модель поведения, кто-то раскроется эмоционально, кто-то зарядится. У каждого будет свой уникальный результат. И какой результат вы получите, будет зависеть от вас. Мы со своей стороны делаем всю возможность 110%. Но ваша работа колоссальная, поэтому я очень-очень благодарю вас и благодарю вас. И давайте сделаем так. Уберите любые ожидания и просто доверьтесь. Потому что когда вы доверяете, происходит магия. И я с огромной любовью и радостью хочу пригласить на эту сцену человека чудо. Игорь Емин! Огожай! Спасибо большое. Спасибо. Я не ожидал, что будет так это волнительно. Еще раз всем здравствуйте. Я вас всех благодарю за то, что вы пришли. Вы знаете, кто делал когда-то карту мечты своей? Круто. Я хотел сказать, знаете, она работает, но вы уже знаете, да? Да. И вот этот тренинг, он был прописан год назад у меня в моих мечтах. И поэтому хотел бы начать с того, что тот, кто не делал или делал давно, напишите свои 100 желаний после сегодняшнего тренинга. 100 своих хочу. И сделаю небольшой нюанс. Там должны быть только твои желания. Там не должно быть родителей, там не должно быть детей, там не должно быть друзей. Только твои желания, то, что касается тебя. Почему? Только то, что касается тебя, потому что в нашей культуре мы всегда себя лично, ну вот себя мы отодвигаем в сторону, и все наши приоритеты занимают совершенно другие люди. То есть дети, друзья, работа, там этот, и мы забываем про самих себя. И поэтому 100 желаний только своих. Многим будет это очень сложно, да? И особенно женский ум, он же такой к желью, он, знаете, такой вот витиеватый. И вот эти желания, если ей будет хорошо, то мне тоже будет хорошо, и поэтому это мое желание, такое не работает. Сегодняшний тренинг я бы хотел начать с родителей. Почему? Потому что это те люди, которые на нас очень сильно влияют. Это те люди, на которые мы обязаны всем тем, что мы имеем, что мы вообще есть, но при этом это те люди, на которых мы больше всего обижаемся. И это практически у всех. Я видел очень мало людей, которые прям, знаете, вот с искренним трепетом или какой-то вот любовью относятся к своим родителям. Особенно в начале, там, до 40 лет, это, ну, вот просто мы переносим все свои неудачи или какие-то это, это потому что папа, это потому что мама, это потому что там. И на самом деле, чем больше я работаю с людьми, тем больше я понимаю, что мы склонны переносить ответственность себя на кого-то другого. Он виноват, он не сказал, мне не подсказали, почему вы так поздно появились, очень часто мне говорят, да, но это всегда перенос ответственности за результат себя на кого-то другого. И вот весь рост личностного начинается с того, что ты начинаешь брать ответственность на себя. Поэтому сегодня всем рекомендую, возьмите ответственность на себя за результат сегодняшнего дня, потому что чем больше ты возьмешь ответственность на себя, тем больше результатов вы получите сегодня. Какие-то моменты будут групповые, да, и придется работать в группе, и желательно, когда вы будете разбиваться там на какие-то вот десятки, пятерки, четверки, да, когда будут упражнения, желательно, чтобы там не было твоих знакомых. Дочь с мамой, две подруги, чтобы вы просто друг с другом не пересекались. Почему? Потому что это очень сильно все равно влияет на результаты вашей и вот той группы, в которую вы попадете. Поэтому если видите, что там они знакомые, ну, прям отпишиваете, ты мешаешь нам работать сразу. Почему? Потому что они будут стягивать на себя все, и будут какие-то оценки, переоценки, поэтому нам этого не нужно. Знаете, я как-то, я не помню, у кого это увидел, но про перенос ответственности сказано, оказывается, еще в Библии, да, это не проповедь, но я чуть-чуть туда зайду немножко, потому что это первое, первое исторически зарегистрированный перенос ответственности с себя на кого-то другого. Это первородный грех, помните? Кто-то читал, я не знаю, но, в общем, это, где Ева взяла яблоко до познания добра и зла, съела, и потом, в общем, Адама накормила, да, и за это страдает, якобы, она потом, до сих пор. И, в общем, они поели, Бог пришел, говорит, вы где там, в Эдемский сад, они спрятались в кустах, они говорят, мы не можем выйти, мы ноги, он говорит, выйдите, и они вот, вы такими фикусными кусочками прикрылись и вышли вдвоем, и Господь спрашивает, типа, вы ели? Адам сказал, жена, которую ты дал, мне ела, и я ел. Это был первый перенос ответственности. То есть, сначала Анафинова, а потом вообще ты. Ну, как бы, а я, ну, просто так поддался. И, на самом деле, если это понять, то, в принципе, можно дальше ничего не считать, почему? Потому что, потом там говорят, за это, там, Адам будет в поте лица зарабатывать деньги. То есть, мужчина, чем больше будет брать на себя ответственности, тем легче будет его жизнь. Женщина, чем больше будет стоять, как бы, за мужчиной, тем легче ее жизнь. Это правда, на самом деле. Женщина, которая идет в доходы и в заработки, ее жизнь немножко сложнее, чем та, которая, ну, за мужчиной. За мужчиной всегда проще. Но довериться мужчине всегда сложнее. Почему вопросы доверия так, настолько сложно прорабатывать? Потому что, вот, кто водит машину, вы, когда садитесь за пассажирское сидение, и кто-то другой водит, и, может, даже он лучше ездит, чем ты, ты всегда ловишь вот эту педаль, да? Это потому что ты ему не доверяешь. Доверяться кому-то всегда сложнее, чем верить в свои навыки. Вот мужчина верит всегда в свои навыки, в знания, в умения, в умею дыраться, не умею, умею выживать, не умею. Женщина надеется на него. И это намного сложнее. И поэтому мы всегда, вот, у меня что-то такое-то. И женщина постоянно его хочет переделать, да? То есть... Если кто-то думает, что это когда-то остановится, то это не остановится никогда. Женщину вообще очень сильно раздражает мужчина, который ничего не делает и просто лежит. Даже если ты с работы пришел, ее хуже нету наблюдения за тем, как мужчина отдыхает. И она, что ты лежишь, мусор выхит, там, что-то... И она начинает его куда-то пихать. Поэтому, вот. Почему родители? Родители, особенно папа, это, ну, не всегда так бывает. Там, смотрите, я буду говорить такие полярные вещи. Это не значит, что если так, то только точно вот так. Если вот это, то точно вот так. То есть там есть миксы такие какие-то, да? И человеческий мозг, он настолько разнообразен в своих нейронных связях, что отследить какие-то более конкретные вещи очень сложно. Поэтому папа, он отвечает за то, что происходит с тобой в социуме. То есть папа прививает людям, что такое хорошо, что такое плохо. Папа, да, помните, как там стихотворение? Папа дает навыки выживания, и папа всегда любит за что-то. У папы всегда любовь условная. Так получилось, то есть, ну, так природой дано, что папа учит выживать. И вот эти ваши, знаете, там, папа меня не любил, папа там не помог, он просто наблюдал, как ты будешь выживать. И его задача, чтобы ты в социуме потом выжил. Задача мамы природная, материнская любовь, она безусловная. Мама любит просто так. И тебе не нужно ничего делать, тебе не нужно там еще один диплом, еще два языка выучить, тебе не нужно там устроиться на хорошую работу. Тебе не нужно ничего делать, чтобы мама тебя любила. Это папе мы носим четыре диплома, квартиру, машину, доходы какие-то показываем. И всегда охота, ну, в основном, перед папой. Даже если папы уже нет. Что тоже немаловажно, потому что, я не знаю, мы сегодня еще про это поговорим, но... О папах? Именно, чтобы на этом светил. Сейчас, смотрите, вот в психологии, сейчас, если вы общую тенденцию посмотрите, да, то роль матери, она очень сильно сейчас переоценена, и весь фокус идет на женщину и туда уходит. Потому что весь мир, хотим мы этого, не хотим мы уходим в матриархат. Вы вообще чувствуете, да, все этот... Я думал, что Казахстан как-то нас пронесет немножко. Мы стремительно несемся в матриархат, и скоро роль женщины, она будет очень, ну, влиятельной она станет. Не только ночью. И поэтому... Но роль отца, про нее тоже забывать нельзя, потому что отец несет очень большие... очень большие, фундаментальные навыки, которые нам потом помогают в жизни. И, знаете, есть кто, у кого обиды на отца? Пил, там, бил. Ага, хорошо. А у кого вот обиды на отца, и у них отца уже нет? Ага, хорошо. Смотрите, тем, у кого папа еще живой, вам вообще очень легко. То есть, у кого папа жив, проработать свои вот какие-то блоки или вещи с отцом, вам будет проще. Почему? Потому что я вам отдельно прям даю задание в течение сорока дней, подходите к папе, говорите, я тебя люблю, и обнимаете. Ну и маму тоже, соответственно. Для многих это пытка. Для многих они не могут выразить свою любовь, и поэтому сейчас я вам объясню. Ко мне приходил парень, такой, знаете, этот, он бодибилдер, что ли, он вот такой большой. И когда мы стали с ним работать, и он стоит, плачет, он говорит, меня папа не любит. Вот ему уже 36 лет, и он говорит, меня папа не любит, он плачет прям. И он говорит, почему он со мной такой грубый, почему он меня так не любит. Вот он меня там не поддержал, здесь меня не поддержал. И когда я ему дал это задание, что в течение сорока дней он просто говорил папе, что я тебя люблю, в первый же день он от папы услышал то же самое. Мы эгоистично хотим любви, но ей делиться не собираемся. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы папа тебя любил, но никогда в жизни ни разу ты не говорил ему об этом. Сегодня соцсети есть, сегодня телефоны есть, звоните, говорите, просто все. Даже если он бросает трубку, все равно звонишь, сорок дней. Я тебя люблю. Это ладно, пытка для тебя, прикинь, для него что. 20 лет не звонил, и тут такая каждый день, я тебя люблю с добрым утром, да? Вот смотрите, вот я работаю с людьми уже 10 лет. Вот в августе этого года будет 10 лет, как я вообще влез вот в это, сейчас секунду, как я вот в это все зашел. И я понял, что аффирмации работают. Многие говорят, что аффирмации не работают, а аффирмации сильно работают. Но прежде чем работать, чтобы работала аффирмация, очень важно, чтобы ты сначала изнутри почистил все свои обиды, и поэтому я всегда говорю сначала письма прощения. И вот роль писем прощения в жизни, да, это, наверное, самая крутая терапия, которую ты можешь сделать самостоятельно с собой. И тебе больше никто не нужен, ни я, ни какой-то другой психолог, если ты делаешь это как бы фатально. Если ты не будешь любить, если ты не будешь там, знаете, как вот, ой, да ладно, потом, в следующий раз, да, то есть, и если это сделать по-человечески один раз в 40 дней, все, ты святой. И после этого ты можешь начинать слушать аффирмации, то есть, или проговаривать аффирмации, и вы увидите, результаты будут совершенно другие. Вот аффирмации без прощения, знаете, это как, я всегда этот анекдот рассказываю на каждом тренинге, но он очень такой показательный, помните туалеты вот эти копали, которые там, двухметровые, этот, этот, и потом очко оттуда ставили сверху. И они, когда наполняются, их потом засыпают, да, и мужчина домой шел и провалился вот так, этот. Домой пришел, он говорит, этот, в баню там, в ванну, к жене подходит, говорит, воняет, он воняет. Он пошел, в ванну набрал воды теплой, масла туда хвойные, там всякие, этот, соли туда добавил, соды там, как сейчас модно. Лег туда, полчаса по кислу, так, выходит к жене, говорит, воняет, она, как будто кто-то под елкой обосрался. Вот аффирмации без писем прощения, это вот, оно все равно фонит. Понимаете? Елкой уже пахнет, но говно все равно, оно как бы пробивается. И поэтому каждый раз, когда, вот, очень многие вопросы вы сейчас будете задавать, да, очень часто спрашивают, а что мне делать, а что, все вопросы будут сводиться, пропиши письмо прощения, а ты прости. Сегодня после обеда будет такое немножко, вот, вы чувствуете, да, уже началось, но потихоньку кто там плачет, плачьте, вам салфетки подадут, но после обеда будут упражнения, где мы будем прощать тех людей, с которыми мы коммуницировали уже в этой жизни, да, ладно? Для тех, кто слишком умный, это вот кто все привык контролировать, вам, ваша задача очень сложная, вам надо ни о чем не думать, желательно. Сегодня мозг, ну, в общем, где-то там за дверьми оставьте, он вам не нужен. Сегодня мы будем работать через тело, поэтому, когда, сейчас музыку когда поставим, когда потанцуем, когда будем смеяться, да, не сдерживайте себя. Совсем дуреть не надо, там, кого-то бить, бегать, там, но эмоционально себя не сдерживайте. Это будет пробивать на смех, смейтесь, кого-то через смех будет пробивать на слезы, кого-то наоборот, кто-то будет плакать, а кто-то будет смеяться, да, и с прошлых тренингов такое было, знаете, там, комментарии в Ютубе, говорят, как так можно, люди плачут, а это ржет там, а та остановиться не может, ее вот просто пробивает. Поэтому не смотрите, если даже что-то происходит, кто-то смеется, это не над вами. Микрофон можно? Давайте вы этот, руки поднимайте, вам будут, тогда вопрос-ответ сделаем чуть-чуть, чтобы было. Добрый день, вы сказали насчет условной любви отца. Не обесценивает ли он, ну, каждый раз, когда, допустим, ребенок подходит, у меня такая ситуация, очень часто, вот, пап, я сделала вот это. Он говорит, замечательно, но мне нравится, ты сделай вот так, он всегда обесценивает, сдай еще выше, а ребенок, я вижу, что совсем по-другому к этому относятся, реагирует. Смотрите. И у меня, у самой лично, просто я с отца, и у меня мама всегда от меня требовала, всегда, вы знаете, не дай полчить, коробку принесешь, боже мой, не говоря уже о тройке и койке. Вот, и то же самое, я не хочу, чтобы у моих детей тоже такое было, излишний перфекционизм, что ли. Смотрите. Или обесценивание вообще, всегда, всего мало. Смотрите, довольный папа – это конец развития, вы знаете? Как только он скажет, все хорошо, ты такой, все, хватит. Это норма. Это норма. С этим нельзя перебарщивать, почему? Потому что очень многие повышают цели и не дают ребенку отдыхать. Это, если кто-то в продажах работал, у нас в продажах постоянно так, да, там, на миллион продали, давайте на миллион двести в следующий месяц, а потом давайте там полтора миллиона. И вот продажи постоянно должны расти. И папа с вами делает то же самое. Школу закончил – молодец. Английский выучил – молодец, давай французский. И он потихоньку-потихоньку будет твои планки поднимать. То же самое делает жена с мужем. Понимаете? Я понимаю. Потому что ты одно колечко, потом у меня еще пять пальцев есть. Ну и… Можно я скажу? Приезжал мой папа в гости. И с супругом мы ужинаем, он говорит, Виктор Николаевич, вы знаете, все хорошо. Но только в дом переехали, она говорит, дом маленький. Я даже выдохнуть не могу. Ну прошу, мама такая крепкая. Смотрите, нужно чуть-чуть отдохнуть. Всегда, смотрите, всегда вы когда ставите цели, или их достигаете, когда, да? Вообще вы знаете, что достижение цели не приводит к счастью. Да? То есть мы хотим машину, мы ее покупаем. Счастье буквально, ну я не знаю, два дня, да? День. Потом это становится просто машиной. Мы хотим дом, он становится просто… Алло? Это где? А, вот. Он становится потом просто домом через какой-то момент. И основное счастье, оно идет в пути к достижению цели. В самой цели, это вот, знаете, это… Я не знаю, то ли мы сами себя так обманываем, то ли весь мир нас так обманывает, что достигает цели и будет счастье, не будет счастья никакого, потому что это счастье в пути самом. Счастье в самом этом развитии. Но, когда ты достиг определенной цели, или планочки, это где? Вот здесь? Или какой-то планочки, дай себе насладиться. Вот насладись этой машиной, насладись этим домом, отдохни, а потом уже новую цель. Это как этот Кабатов, помните, да? Смотрите кто-нибудь Кабатова? Кто не смотрит, посмотрите обязательно, потому что это, мне кажется, наш гений этот казахстан. Он говорит, каждая женщина обладает ядом, и яд выходит изо рта. А входит он через уши. И действует через 24 часа. Он говорит, она говорит, говорит ему, ухо, типа, дом плохой. Он говорит, нормальный дом, что-то соседи плохие. Нормальные соседи, что-то... То есть все устраивает. А потом, говорит, на следующий день вечером ты идешь, и думаешь, да, да, умеет, но... Женщина, она все равно очень сильно влияет, и даже вы здесь посмотрите, в основном женщины. Отчасти, почему на психологических тренингах и вообще на тренингах большинство аудитории, это женская аудитория, потому что не то, чтобы вы больше хотите развиваться, хотя вы все так думаете. Просто женский мозг, он более беспокойный, чем мужской. Если сравнивать мужскую психологию с женской, или как-то вот эмоции, если чистые эмоции вытащить, у мужчины один эмоциональный центр, у женщины шесть. Женщина эмоциональнее в шесть раз, чем мужчина. И поэтому у вас вот этот вот постоянно коротит, и у вас поэтому получается беспокойство, стрессов больше. Но при этом вы, женский эмоциональный интеллект, он сильно выше, чем мужской. У мужчины почему-то природой заложено и тестостероном, что мы, у нас эго больше и сильнее эго, да, то есть мы хотим чего-то доказать, показать, там, почему у него больше. Ну, то есть вот так. Женщина может, когда она слабее, она может признать отойти. Мужчина очень часто не признает просто. Потому что эмоционально ему кажется, что все, вот конец, вот если сейчас проиграю, все. И с годами только, мне кажется, приходит, когда тестостерон угасает, там, к 40 годам, к 50, ты такой, ну, ладно. Это, знаете, я заметил, на фитнес, вот, и хожу, и там, вот, ходят, там, 70 лет, мужики, 65, там, 75. Знаете, как, а помнишь вот этот вот, ну, ну, люди всякие бывают. Они так разные, люди всякие. У них же полное принятие людей, что бы ты ни творил. Но в молодости я 100% знаю, что они так не говорили. Ну, люди всякие бывают. Я до сих пор удивляюсь, какие бывают люди, если честно. То есть столько у людей прошло, и каждый раз, когда я думаю, что все меня ничем не удивит, я все равно чем-то удивляю. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, очень, знаете, бывают ситуации, когда ты смотришь и думаешь, как вот это вообще тебе в голову залезло. Вот как вообще такое бывает? Вот, поэтому, как эти чертоги разума, они там не знают предела, и у всех разные выходы, разные проблемы. И когда вы будете прорабатываться, да, некоторые, вот особенно девчонки, говорят, так же хочу, не надо. То есть почему-то женщина, когда другая женщина плачет, она завидует ей, потому что она плачет, а я почему-то не плачу. Эй, нура, микрофон дайте вот туда, и его, да, и здесь, и там. Всем здравствуйте. Такой вопрос по поводу отца, да? Я его не видела, нет, перед землей. Плачь, плачь, салфетки, нет? Я его не ушла, сам раз. Выдыхай. Это такая тема с детства. С этой болью я точно пришла на эту тренинг, чтобы отпустить это. Меня дети обзывали безнадзущной, и вот эта вот цель была его найти. Когда я его нашла, почему-то он так холодно отнес к этому всему, но через 4 месяца я все равно к нему приехала, с ума. Все, мы с ним встретились. Я сказала, что он, наверное, трус, в отношении к тому, что не смог сделать тот шаг. Хотя он в соцсетях следил за мной, он видел меня, он наблюдал, он знал, что мы находимся рядом друг с другом. Вот вы говорите, звоните и говорите, что я его люблю, да? Я ему звонила, я пыталась, но вроде бы он отвечает, вроде бы как будто он рад меня видеть, но нет никаких чувств. Но это же было не 40 раз. Вдыхай, вдох глубокий. Еще глубже вдох сделай. Нет, ты успокаиваешься, вдох сделай и выдохни эмоции. Вот так. Я очень тебя люблю, да? Я хочу с ним общаться, я оттянусь к нему, я просто сама чувствую, что я не женщина, а как муж всю жизнь, да? Сама себя отвечу, сама добиваюсь, сама к чему-то стремлюсь. Если он не будет отвечать, то для меня это будет еще одна, боль внутренняя, понимаете? И я не хочу, чтобы мне было больно, но я хочу эту обиду вытащить, отпустить. Как быть в этой ситуации? Звони. Дыши глубже. Во-первых, письмо прощения раз, и второе, звони прям. Почему? Потому что 21 день, когда ты будешь человеку звонить и говорить, что ты его любишь, он будет, на 22-й день он будет тебя ждать. И еще раз, смотрите, отдавая любовь, не ждите обратного. Вы же не на базаре, да? То есть, отдавая любовь, не жди, что тебе обратно отдадут ее. Я, Игорь, не от того, что жду от него, да? Вот не ты ждешь. Я просто не хочу, да, может быть, этим я, не хочу, чтобы мне было больно. Еще. Вот, продави, дальше звони. В какой-то момент ты сама научишься отдавать, и он научится давать тебе взамен. У меня есть братишка, да, у меня есть сестренка. Я просто всегда чувствовала, что я один человек на свете, и он даже не хочет меня знакомить с ними. Слушай, вот не лезь в его семью, ладно? Нет, я не хочу лезть, просто, как мне это отпустить, что мне не надо туда дальше. Просто звони папе, и все. Тебе не нужны ни сестренка, ни братишка. Просто звони папе. Хорошо. Тебе нужно восстановить родовые связи, и к чему ты сама интуитивно стремишься. Это правда, и нужно это. Но если он будет сильно закрываться через 40 дней, если у вас не наладится отношение, оставь его уже. Потому что ломиться в закрытую дверь постоянно, это тоже устанешь. Но 40 дней просто это сделает. Ты увидишь, насколько изменится отношение его и твое. И тебе все равно будет, ну, говори это тебе, не говори. Просто научись отдавать сначала. И может тоже, смотри, ему же тоже очень перед тобой неудобно, то есть, ну, у него есть ребенок, который живет непонятно как и где. Ну, в смысле, понятно, что с мамой там, понятно, что как-то они там выжили, да, но встретиться через 20 лет, сколько тебе сейчас лет? Вот, через 37 лет 35 встретить своего ребенка, такая, папа, давай с тобой наладим отношения. Ну, есть такое себе, честно говоря, мероприятие. я бы, ну, я бы, наверное, тоже бы, ну, убежал бы. Ну, что говорить, да, вот, смотришь, меня не было в твоей жизни 35 лет, я тебя очень сильно люблю, нет, или как это? Он говорит, что он, он знал всегда, где я живу, что он, как бы, думал всегда, но он боялся. Ему стыдно, это первое. Второе, ему может быть, да, ему может быть еще очень больно, от этого он может не показывать. Потом мужской мозг, он не может постоянно думать о тебе, это честно, ну, это тоже такое. Смотрите, вообще вот эти разрывы, особенно между мужчиной и женщиной, там где-то этот, у мужчины, по моим наблюдениям, 5 лет максимум, и он потом не помнит. Даже если это твой ребенок. То есть он может следить за тобой, да, там раз там в месяц, но постоянно думать, ну, я очень сильно сомневаюсь, что возможно. Мужчины по природе своей, мы очень сильно эгоистичны. Очень сильно эгоистичны. У женщины вот эта вот забота, ласка, любовь, она у вас прошита сразу. Мужчина, особенно наш, ну, как бы, азиатский, не знаю, там этот, мы очень эгоистичны. Очень. Я точно знаю, что каждая женщина это почувствовала на себе. Да? Ты там заботишься, что ты там делаешь, он такой, жрать хочу, да. Давай. Подождите, вон там девушка тянулась, дайте вон. Вот в сиреневом этот, в Тиффани, вон, цвет Тиффани. Сиреневый, это или какой, лиловый, не знаю, что-то. Дальтоний? Здравствуйте, я хотела у вас спросить, вы же говорили, что 40 дней звонить отцу и говорить, что люблю, да. это срабатывает с отчимом и с родным отцом, а с отчимом. Это и с отчимом срабатывает, и вообще лучше родному папе тоже. Ты, смотрите, каждый раз, когда вы себе даете диагнозы, да, или какие-то такие, я себе сейчас придумаю упражнения, да, или вот, ну, терапию, ты всегда идешь туда, где не больно. Ты всегда идешь туда, где безопасно. И, скорее всего, с отчимом у тебя хорошее отношение налаживать с папой, а? Ага, спасибо. Вопрос. А что делать? С чем? Вот, смотрите, у меня такая ситуация. Меня родили и отдали в другую семью. Ага. И я тех родителей, которыми воспитал, считаю своими родителями. Мама, папа, у меня дочерние чувства к ним. А те, которые меня родили, я к ним не испытываю. таких чувств. Кому я должна говорить? Потому что мама, папа, те, которые воспитали меня, мои чувства все там. А те, которые меня родили, у меня нет к ним таких чувств. Всем говорите, четверым. И когда вы будете писать, то же самое делайте. Смотрите, у нас же часто отдают этих племянник, как этих, старшим там, родителям отдадут, потом отдадут, там детей не имеют, они раз, нате вам это, да? На самом деле, это такое, с точки зрения родовой, какой-то там, если вот в родологию влезать, это правильно. Если семья не имеет детей, то лучше взять из своего рода кого-то. но самому ребенку, самому ребенку, да, где-то внутри всегда будет ощущение, что он, ну, как бы, недостоин, брошенный, то, что очень низкая самооценка может быть. Я не конкретно сейчас про тебя, но вообще, в целом, если, смотрите, новые родители, ну, как их назвать, я не знаю, новые родители вот эти, да, которые не биологические, чтобы ребенок не испытывал вот этой боли одиночества и заниженной самооценки, они должны ему дать столько любви, чтобы из ушей прям лилось. Вот у меня такая ситуация, тоже правда, мне отдали, мне было два месяца. Те, которые меня воспитали, они дали мне вот ту огромную любовь, я их сама не испытывала. Их же сейчас живых нету. Но я их любила, и они меня прям, я была самая любимая. Ну, потому что у них не было детей, я была вот как они были, они меня явили. А те, которые от меня родили, они начали ко мне от меня требовать дочерки любви, когда мне стало 40 лет, я сейчас вообще 55. То есть, аккуратно меня это требует, но я не испытываю от них такого любви. Ты ничего не испытывай, просто звони, говори, я вас люблю, и все, они успокоятся. Они успокоятся, потому что в этом есть же все равно, они же родили, ну, они что-то делали же все равно, ну. Понятно, да. И поэтому, смотрите, все начинается с благодарности, да, вот, когда ты хочешь поработать с собой, начните благодарить. И вот вы, когда сейчас свои вот ситуации будете рассказывать, я вас, знаете, прошу вот на такой, на высокой, позитивной ноте рассказывайте, даже если там вот полное, ну, как бы, этот, рассказывайте позитивно, и вы поймете, что в этой ситуации в негативной даже есть что-то такое, что тебя сделало сильнее, ты там стала умнее, красивее, там, кому-то скажешь, ты жирная, да, и она похудела через полгода. Но она ненавидит тебя все равно. Хорошо, понятно. Угу. О, туда, да, она давно уже тянется. Да. У меня такая ситуация, что я своего отца никогда не видела. 25 лет он появился в соцсетях, но это даже не написал. Столько наблюдал, потом появилась его сестренка, которая написала, что я кого-нибудь не искал. Я говорю, все эти годы он прям смотрел и прям не умру найти, хотя он знал, как мы живем. И, знаете, если даже я хочу это сделать, но у меня дома была мама против и брат, я тогда не могу знать, что у нас не решает. Знаешь, смотри, вот ты уже взрослая и мама против, смотри, мама против и брат, и представь, когда ты была маленькая, каково было бы ему пробиться сквозь твою маму, к тебе. Нет, знаете, он же когда мама рассказывала, что когда я начиналась, он всегда говорил, что я не его точка. Она бы не была против сейчас, понимаешь? Она его ужасно боится. Ты сделай глубокий вдох, сделай глубокий вдох, просто выдохни. Ну, я, конечно, ему благодарна за то, что я появилась на свет. Мы сегодня будем прощать папу, да, и там будет прощение родителей вообще в целом, но просто поблагодари внутри, и я вам говорю, это самое действенное упражнение, да, то есть ты можешь выяснить за 40 дней, нужен тебе папа, не нужен папа, хороший папа, плохой папа, чем вот 20 лет на него говнить, да, просто можно 20, ну, там, 40 дней звонить и что-то с этим сделать. Я даже не знаю его номера, даже в соцсетях сейчас не могу найти и... Дорогая, захочешь найдешь, вот посмотри, она же нашла, и ты найдешь. А я... он мне не хочет так говорить даже. Ну, ничего, звони все равно. 40 дней. Это люди просто такие... Или я хотя бы могу писать, писать. Ты мой... Нет, просто звони, если нет возможности звонить, просто тогда пиши. Писать не могу. Но найди возможность позвонить сначала. Если есть возможность контакта, то лучше приди и говори это в глаза всегда. Смотрите, у кого дети сейчас маленькие, каждый день обнимайте и говорите я тебя люблю. Каждый день. Каждый раз, когда доброе утро, я тебя люблю. Доброе утро, я тебя люблю. То есть, это не должно сходить у тебя с языка. То есть, постоянно ты должен это говорить. И мама, и папа, чтобы ребенок понимал, что его любят всегда. Вот, знаете, есть такие, у кого... Есть тут, у кого мама училка была? А, отличники. Ну-ка, еще кто? Ага. Вот, когда мама училка, это, ну, та еще проблема, на самом деле. А если она еще в свой класс тебя садит, это, ну... Это большая проблема. Смотрите, родители, учитель, ну, вот, училки, да, которые, ну, вот, образно, это те родители, которые требуют от ребенка постоянно чего-то, ну, вот, какого-то совершенства. Да? Там, по литературе четверка, ну, у тебя должна быть пятерка. По казахскому языку тройка, ну, у тебя должна быть пятерка. И ребенок, интуитивно, или, как он там, или иногда открытым текстом это говорится, ребенок понимает это так, когда я получаю хорошие оценки, меня тогда любят. Вот все, у кого комплекс отличницы или отличника, ага, вас любили всю жизнь за оценки. И вот это ЕГЭ теперь с этим, ЕНТ, вот это появилось, да? Заметили, знаете, вот сколько приходит детей потом после ЕНТ, ЕГЭ у нас называется? ЕНТ. После ЕНТ с отклонениями потом. Они приходят в глубоком стрессе, потому что они сдали свой главный экзамен в жизни, плохо. У детей депрессия, и я не удивляюсь, что они там, суицид у них там, или что-то еще. У них ощущение, что вот они просрали экзамен, теперь их родители не любят, жизнь остановилась. Но если вы возьмете родителей и спросите, вы их любите, если он двойку получит, что будет? Ничего не будет, я его-то все равно люблю. Ни один родитель не сказал, что я своих детей не люблю. Если он двоечник, ну, и очень часто дети переоценивают, и они переоценивают только из-за того, что вы сами это сообщение несете им. Поэтому, воспитывая детей, смягчите градус напряжения на учебе и на каких-то вот, он должен достигать, но он должен понимать, что получит он двойку или пятерку, вы его все равно любите. Но учиться он должен. Это как вот, ну, сегодня с масками. Можете носить, но можете нанесить, но лучше носить. Они не помогают, но, может быть, помогут. Вот, ну, то же самое с детьми, да, вот ты можешь учиться, но можешь не учиться, но будешь работать там, и потихоньку, потихоньку, вы все равно ответственность нагружаете, но убираете напряжение с результата. В жизни ему очень сильно это поможет. Вы замечали, что когда вы убираете напряжение с результата, результата выше намного. Особенно те, кто бизнесмен, кто зарабатывает, как только ты отпускаешь, денег становится больше. Как только ты вот начинаешь это все вот, как это, над златом чахнуть, денег становится меньше. Поэтому убирайте напряжение с результата и не надрачивайте своих детей так. Давай. Он что-то не работает, микрофон. Вы же сказали, что отец должен быть требовательным, да? А мама, наоборот. А если, наоборот, папа, допустим, вообще ничего не требует, И, с другой стороны, эмоции не показывают, что он тебя любит, да? Ну, мама всегда говорит, что папа тебя любит. Но мама всегда требует. У мамы тоже я чувствую, что безусловная боль и от папы, и мамы. Но у нас больше мама. Смотрите, еще раз, я же говорил, это я рассказывал полярные вещи, да? Или так, или... Ну, вот, в которые... Это может где-то сойтись и вот здесь. Это может вот так быть. Может быть наоборот, но тогда у тебя мама очень властная. И считает, я тоже так, что, ну, больше ответственности я беру. Смотрите, когда женщина берет на себя больше ответственности, она играет в мужские игры. Когда ты играешь в мужские игры, то тебе тяжело. И когда тебе... Когда женщина играет в мужскую игру, и ей тяжело, в какой-то момент она становится злой. Дальше потом... Знаете, что происходит? Потом происходит усталость, и ей потом вообще ничего не надо. Многие женщины, которые научились сами выживать, зарабатывать, они вот на себе все прут, все хозяйство, я не знаю, что там мужчину на себе тащит она. Вам кажется, что если вы это все бросите, то все пропадет. Да? Это мания величия тоже та еще. Смотрите, тебе кажется, что если ты это не сделаешь, то он точно не сделает. Да? И... Но со стороны мужчины, если ты все делаешь за меня постоянно, мне зачем это надо тогда? Вот мне для чего? Ты постоянно хочешь показать свое превосходство, я могу сама. Ты доказывала папе, потом доказываешь мужу. Мне зачем? От коммунизма никто добровольно не уходил. Делаешь, иди делай. Есть... Смотрите, начни с быта. Сначала надо перекладывать немножко ответственность на мужчину, чтобы он больше на себя брал. Вообще, знаете, перекладывание ответственности на мужчину, такое занятие, тебе надо просто у него и зуб не выхватывать, и все. Это вам кажется, он занят просто? Смотрите, мужчины, мы немножко по-другому устроены. У нас психика перегружается, нам нужно слегка отдохнуть. Потом мы не можем думать одновременно про несколько дел сразу, как вы. Мы не умеем. Потом, каждый раз, когда ты ему в ухо что-то льешь, ему кажется, что у вас проблема и что нужно ее как-то решить. Да? А как вы делаете? Вы вот на стол накрыл, думаете, сейчас вот поесть, потом спрошу. Сейчас вот, сейчас придет, сейчас... И он такой, суп доедает, и ты такая, а ты знаешь? И ты начинаешь рассказывать, что в детском садике там сына побили, там воспитательница там что-то этот. И он убирает ложку, он садится и слушает, кого там надо бить теперь. Что мужчина ждет приказа. А в конце такая, ты вот приедешь, два часа расскажешь, он не ест, все остыло. И ты такая, ну в принципе все хорошо решилось. Это скандал. Ну вот в 90% случаев это скандал. Ты ему просто ужин испортила, ну... А? Можно кушать и слушать, а на время едение... Нельзя. Это ты можешь. Я не могу. Вот смотрите, мужчины так не могут. Нам нужно сконцентрироваться на том, что говорят, чтобы принять решение, что делать. Это вы дархтите просто так. А мы ждем команды, понимаешь? И команду вовремя нужно просто ее озвучивать. И если ты хочешь, чтобы он просто так тебя слушал, ты можешь в начале предложения или в начале своего повествования сказать, все хорошо закончилось, просто выслушай. И он тогда похер, ему будет, он вообще тебя слушать не будет. Он будет просто есть, ты можешь рассказывать что угодно. Если ты скажешь, что в конце ничего не надо делать, он вообще слушать не будет. Услышала? Теперь смотрите. Это немножко кто там в парах, у кого там муж с женой. Мужчина, когда попадает в стресс, что ему нужно? Ему нужно посидеть одному. Ему нужно одиночество. Женщина, когда попадает в стресс, ей нужно поговорить. и поэтому, когда мужчина видит женщину в стрессе, что он делает? Он делает то, что помогает ему. Он вот так дверь открывает, плачет. за... Да? А она что думает? Он меня бросил. Вот когда нужен, никогда его рядом нету. Так они говорят. Женщина, когда видит мужчину в стрессе, что она делает? То, что помогает ей. Она говорит, расскажи. Он говорит, отстань. Тебе полегчает. Расскажи, что случилось? Понимаете, в этом причина и разногласия наши очень часто, что мы просто делаем то, что помогает нам. Это нормально. И то, что он тебя оставил, это высокое проявление его любви и внимания. Понимаете? И поэтому это надо ценить. Но ты можешь мужчине сказать, меня не надо бросать. Просто со мной поговори, когда мне плохо, и все. И он поймет. Ты дай ему команду. Вы хотите, чтобы он намеками понял? Или как? Женщины очень часто, вы знаете, вы ждете, когда сам додумается, он сам не додумается. Вы хотите, чтобы мы понимали намеков, мы не понимаем намеков. Мало того, мужчины как бы и намекать не умеют. это я в стендап недавно слушал там женский, ну, они же все пошлые, я сегодня вообще не матерился еще, но она говорит, вы знаете, девочки, мужчины вообще намеков, не умеют намеки делать. Они знаете, как намекают в постели, они вот так голову, вот так как-то делают. мы не умеем намекать и нам лучше сказать прямо, вот честно. Просто скажи, что тебе надо. И мы сделаем. И так будет проще. Если сама не знает, что надо. Ну, это сложнее. Когда ты не знаешь, что тебе нужно, это сложнее, тогда от него, но тем более, ты ничего не добьешься такого. Давайте. А сейчас, давай. Здравствуйте. Вот вы говорили, то, что женщина с мужем, ну, как бы, женщина с мужчиной, она ему, как бы, в уши вливает, и он там сутки. Это кабаков? Нет. Ну, отмечили вы, например, первое слышу. А если такое не действует, в принципе, как бы, ты вроде говоришь и, в принципе, сначала намеками, потом уже, как бы, прямо говоришь, а он такой, типа, ну, да, надо, и такой дальше лежит. Вот это, ну, да, надо, это уже процесс пошел. Нет, а если вот, так скажем, нет, смотрите, вы хотите вот так, ты сказала, и он сразу тут сделал. Это чуть-чуть дольше, это не так. Это не так. не на несколько лет же. На несколько. Смотрите, кто не замужем, есть тут этот, кто он? Даже мизерная просьба, как бы. Классно, у вас немного, слава богу. Как выбрать успешного мужчину? Секрет хотите? Да, давайте выбрать. Скорость принятия решений. То, насколько мужчина принимает быстрое решение. Вот если он зубную пасту выбирает больше пяти минут, ну, вот точно, блядь, это долго все будет. Если он тебе говорит, интересно, сколько стоит съездить в Турцию, и прошло два года, и вы не съездили, ну, это что-то не то происходит. Либо у него жуткая депрессия, если ты можешь от него уйти, ну, как бы, если вы еще узами брака не связаны, то лучше, наверное, другую кандидатуру подыскать. Если вы уже... А если уже поздно? Если уже поздно, то надо его тогда ускорить, его вот эти решения. Его надо спину, ну, активно толкать. А если активно, это ссора начинается? Ну что? Всегда будет ссора. Всегда, там, где развитие, всегда ссора будет. Ну, терпи. Да, живи, пока первое время, живи на сорок. Постоянно толкай, чтобы он научился быстро принимать решения. И он тебя будет ругать, что ты сказала, и он тебя будет постоянно обвинять, он будет делать и постоянно тебя обвинять. В какой-то момент он поймет, что это работает, и он потом будет думать, что это он крутой. Нет, ну, типа, вот ты меня пилишь, ты меня... Да, да, пили. Просто нужно понимать, в какую сторону, да, если ты ему хочешь добра и пилишь в ту сторону, то пили дальше. А как бы пока это без результатов нет? Ну, что-то ты, что-то не там пилишь ты. Там ручка где-то с другой стороны. Давай сейчас. Сейчас, сейчас. Вон, сейчас, сейчас. Здравствуйте. Вот у меня отец был для меня вот всем, он меня воспитывал как парня. Я в 10 играла столько с пацанами. И вот, когда выросла, уже начала контролировать, ну, как мужчина. У меня еще работа была в органах, работала всю жизнь. И теперь я контролирую доча и зятя все вместе. Я не могу уйти от того, что я в состоянии, какое у меня такое чувство, я мужчина. Я не чувствую себя женщиной. А мужик есть? Нет, я ушла от него, потому что он был не таким, каким я хотела. Он был, ну, долгая история, но, главное, я хочу уйти от этого состояния, что я хочу быть женщиной. Я вам сейчас скажу неприятные вещи. Для того, чтобы вы свою проблему решили, это вам нужно мужчинам все равно. Вы вот как, вот, вот, всю жизнь вы от этого убежали, вам все равно придется найти мужчину, если вы хотите от своих детей. Смотрите. когда мне своя жизнь интересна, я начинаю жизнь своих детей. Или чью-то там, или там подругу найду, которая там умирает, там она там, у нее трагедия постоянно, да, и я ее начну поддерживать, ее жизнь жить, ну, и заниматься, ну, вот, непонятными вещами. Но когда мне своя жизнь интересна, вот честно, вот тебе будет не до кого вообще. Не до детей, не до, там, не до кого. Но я же чувствую себя мужчиной, мне надо вот щелчок какой-то наверху. Щелчок, это мужика найди. Но мне не помню. Знаете, я вот сколько пробовала круглыми фразами всегда говорить, там, там, не получается. Просто найди мужчину, и ты станешь рядом с ним женщиной. Просто, когда он появится, или когда появляется, он же появляется все равно периодически. Вот именно появляются одни вот нытики, которые ничего не умеют. Слабаки. Слабаки, и ничего, для них не надо, кроме как диван, и хавчики, и все. Хавчики. Вы как это, знаете, профессиональные деформации. Смотрите, кому еще там слабаки попадаются? Поднимайте руку, про вас поговорим немножко. Смотрите, в равномочии, вот, в гармоничном мужчине 75% мужской энергии, 25% женской. В гармоничной женщине 75% женской энергии, 25% мужской. Если мы с тобой гармоничная пара, я беру твои 25% мужской энергии, ты берешь мои 25% женской, я становлюсь стопроцентной мужчиной, ты становишься стопроцентной женщиной. И в этом есть весь смысл брака вообще. На самом деле по одиночке жить намного проще. И дешевле, точно я вам говорю. Сильно причем. Но только из-за того... Вот смотрите. Кто занимался точными науками, кто инженеры, то сопротивление материалов, грубо. Наука на чем строится? Строится на том, что допустим, что все предметы мягкие. Они все имеют деформацию. То есть теоретическая механика утверждает, что все предметы твердые. И все вычисления идут оттуда. В психологии я искал вот этот вот констант, на что опереться. Я понял, что все люди эгоисты. И мы все и все делаем только то, что выгодно нам. И когда с этой позиции ты начнешь рассматривать любую проблему человеческую, ты любого поймешь. Смотрите. Женщина, которая не может наладить отношения с мужчиной. Она родит сына и наладит отношения с ним. Почему? Потому что он не бросит. Ему деваться некуда. Он не сможет просто уйти. И ты будешь его держать. И, понятное дело, ты испортишь его всю жизнь. Но это второй вопрос. Ты зато свою облегчишь. Из эгоистических побуждений ты сломаешь жизнь своего сына. Казалось бы, это родной человек. Но ты все равно приведешь к тому, чтобы все там переломать. Сейчас, сейчас. И смотрите. И если у тебя в энергиях, наоборот, 75% мужской энергии, 25% женской, но ты как бы девочка, да? То ты будешь притягивать мужчину, у которых будет 75% женской энергии, 25% мужской. И вы сойдетесь вот так. Я не говорю, что это плохо. Такие браки есть, которые, ну вот, они годами существуют. Но желательно, чтобы, ну вот, если хочешь сильного мужчину, стань сама слабее немножко. Ты начнешь других видеть и других притягивать. Сильному мужчине не нужна сильная женщина. Честно я тебе скажу. Что с тобой делать? Воевать? Каску одеть, бронежилет такой. Пойдем погуляем, да? Ты же бьешь постоянно, понимаешь? Вот, не сдался еще? Пусть держится. Вот сильная женщина отчасти, это, ну, ты мстишь. То есть сильная женщина всегда хочет показать свое превосходство над мужчиной. Это месть папе. Вот мы сейчас опять к папе будем возвращаться. Это месть папе. Ты будешь мстить, ты будешь показывать, какое ничтожество этот мужчина. Тебе будет казаться, что просто тебе попадаются такие мужики, но на самом деле тебе просто, у тебя много претензий к отцу. И вместо того, чтобы звонить 40 дней и говорить, папа, я тебя люблю, ты будешь бить по голове каждого мужчину, который тебе подходит. Каждого. Понимаешь? А тот, кто подходит, наверное, у него с мамой не очень, он подпрыгивает на него по голове. Что такое зевота? Зевота? Смотрите, сейчас у многих отрыжки, да? У многих зевота идет, это сброшь лаковых энергий, это нормально. У кого-то идут слезы, это тоже хорошо. Голова болит, это тогда, когда ты со мной не согласна совсем. Это челюсть трясется, дыши глубже, скорее всего, скоро выход начнется. Сейчас у кого-то начнутся выходы. Смотрите, мы... Сейчас будет все веселее немножко. Давай. Немножко про свою личную ситуацию могу сказать спросить. Продавили, да, сказали, что женщинам, которые доверяют, облагаются на мужчину, намного жить. Прежде чем, да, женщинам другим. Вот. У меня личная ситуация. В 15 лет браке мы рано поженились с супругом, были студентами. У него родители рано, у меня, у него родители. Мы вместе друг друга делались, становились, всего добивались. Все 15 лет, я, можно сказать, посвятила всю себя семье, четверым детям, мужу, когда можно было, помогала ему в бизнесе, в становлении всегда. Вот. И получается, я целиком, полностью всю свою жизнь доверяла ему. Вот знаете, все до последнего, когда можно было, да, какие-то моменты в бизнесе. Свою последнюю квартиру продала, отдала для бизнеса. Тетю попросила. Чуть-чуть сократить. Теперь, но... Но настал такой момент, видите, последние 3 года, он встретил девочку на 13 лет старше, да, и этих 3 года он не может там никак порвать. Меня все агитирует, чтобы я приняла его, вот, с его любовью, говорит, второй женой. Представляете? Вот. И как теперь вот довериться? И после этого думаешь, блин, надо было наоборот себя делать. У меня сейчас вообще такая сложность, я реально... Сейчас я уже, на самом деле, за эти 3 года очень много что произошло, но я пришла к тому, что я, на самом деле, все, у меня не осталось к нему никаких чувств, да. Я пришла проработать единственные мои обиды на него, на самом деле. У меня к нему осталось только жалости, любовь какая-то есть как близкому человеку, но как мужчина его вообще не вижу, не люблю. А он не хочет отпускать, он говорит, я тебя люблю, говорит, но я не понимаю его любви. Как так вообще может быть? Это, это... В Казахстане это сейчас очень сложный вопрос, на самом деле. Это становится все больше и больше, да, ну, этот многоженство там, все, этот... И я уже, ну, так получилось, что я рассматривал очень много уже семей, которые, где вот, ну, где вторая жена, там, третья жена, там, до четверих можно, да, или докуда. Вот, но, если честно, то... Если вот подходить из любви к самому мужчине, я бы это не делал. Ну, две жены не надо. Ну, это вот в моем понимании, почему, потому что... Не, мне кажется, проще развестись и потом другие отношения заново выстраивать, но с двумя сразу, это, ну, это ад. А? Смотрите, я сейчас скажу вещь, такую вещь, что она, может быть, где-то у вас не сойдется в голове, но мужчина, если он любит женщину, он может простить измену. Если он тебя сразу не убил в состоянии аффекта, тут же, то он простит, если любит. Он может забыть. Мужской мозг он может забывать. Женский никогда. Женский мозг измену не забывает. И каждый раз, когда ты будешь жить, там, ну, твой муж, ну, как, там появится вторая, ты не забудешь никогда вторую. Ты будешь постоянно о ней думать. Вторая никогда не забудет первую. И мужчина будет ходить туда, на третий день будут претензии про ту жену, он скажет, так, короче, надоело, пошел к той, та будет протулить. И, честно, чувство одиночества большее, чем когда с одной. Лучше с одной, мне кажется, чем две, которые постоянно тебя ненавидят. Ну, потихоньку. А в женские, знаете, в женскую мыслеформу и в женскую силу, и в ваши мысли, и в эмоциональный посыл, в женский, я верю очень сильно. Почему? Потому что я видел очень много мужчин, которых женщины просто поломали. Просто своими мыслями. И я даже видел, ну, как бы, ну, знаю женщину, которая, ну, через год муж умер. Она его просто ненавидела. Он просто помер. И как быть, как вы проработали? Она что говорила, что хочешь вообще? Она мне не надо много говорить. Она засыпала и умирала. Ну, она засыпала и просыпалась с одной мыслью, чтобы он умер просто, и все. И все. Да. Она не могла от него уйти. Она его то ли боялась, то ли какой-то там был конфликт. Но она постоянно об этом думала, и он, ну, умер. И женщина вообще, ну, вот, если... Если вот в аюрведу... Я вот сейчас не буду глубоко уходить куда-то в дебри, да, но если уходить в энергии, там, вот, ну, там, в женские энергии и так далее, то на самом деле происходит там, типа, там юбка, потом ты матка к центру земли, оттуда берешь энергию, потом эту энергию отдаешь мужу, потому что тебе зарабатывают. Ну, примерно это происходит вот так. Но вот это вообще во всех энергетических практиках, во всех вот очень важное намерение, да, и сила твоих эмоций. Если ты эмоционально сильно что-то хочешь, оно сбывается. Самое интересное, что женские эмоции, они намного сильнее, чем мужские. У нас тоже бывает, но у нас очень редко так пробивает. Но женщину пробивает часто, и вы очень много чего хотите, да, то есть, ну, вы там из-за цветочка там, а-а-а, некоторые. Прям у вас шквал эмоций. У меня, знаете, дочка младшая, она, мне кажется, такой тренинг женственности. Иногда я на нее смотрю, думаю, ты где вообще этому, ты где этого набралась? Да, ей там 8 лет, и, ну, откуда вообще? И мы сидим, дочка, жена сидит, и вот сидим, кушаем, да. И супруга не доела салат, там, этот черри. Я вилкой накалываю этот черри и несу к себе в рот, да. Эта малая сидит, летит помидор. Знаете, что делает? А-а-а, я так люблю помидоры! Она его съела. И она до сих пор так делает. Ноги очень, ну, знаете, девочки спрашивают, как вдохновить мужчину на подарки. Вот так. Это просто помидор. У меня было ощущение, что я ей машину подарил. Она радовалась так, что... И надо озвучивать, да, то есть, ну, свои хотелки. Поэтому, давай. Вы вернётесь все к письмам прощения. И сегодня после обеда будет прощалки. Ну, как бы, этот... Прощайте. Там будет медитация, будет ещё там упражнение. Сейчас я этот потом объясню. Вам надо будет на обеде, наверное, на обеде, да, там, да, да, да. На обеде вам надо будет поделиться на десятки, но так, чтобы у вас не было внутри знакомых, да. Желательно, чтобы вы были с одной, ну, где-то, вы можете где-то пересекаться, но всё равно вы будете в группах работать, и это очень важно. Поэтому, когда пойдём на обед, вы сами там поделитесь, ладно? Чтобы мы знали, что у вас будет где-то сколько, 10 десяток будет, 10-12. И тогда мы будем там поработать чуть в группе, и вытаскиваем вот эти прощалки этот. Можете там плакать, кричать, вот, ну, в общем, вытаскиваете максимальные эмоции. Вот. И это не значит, что ты сейчас там попрощала, там, 5 минут, и всё прошло. Письма прощения, потом забьёте, находите в Ютубе письма прощения. Выйдет вот эта 40-дневная вот эта штука, и 40 дней просто пишете. Фатально будете писать, простите всех, и мужа тоже. Это, знаете, в Америке вот этот, вот пришла этот, когда были, в Чикаго, да, по-моему. Вот. Киргизка в Америке, кто от неё пришёл? Кто узнал? Нет? Есть тут? Ага. Она пришла на тренинг уже, ну, как бы, я так понял, у неё прямо, у них с мужем что-то там было, и она просто сидела, плакала, и вот так салфетки выкидывала назад. Четыре рулона, я не знаю, ну, вот была куча, вот просто вот такая, да, то есть она прощала, она 40 дней потом письма прощения писала, кто за ней следит, то есть она вот через это, и теперь, я так понимаю, у тебя дорога примерно та же. Тебе нужно много вытаскивать эмоции, потом прописывать письма прощения и выкидывать их назад потом. По-другому это никак. Знаете, очень многие думают, что если ситуация прошла, то уже с ней работать не надо, да, ну, может, так пройдёт там, или там привыкну, там, уже забыл, да, но оно не проходит, и то, что всё, что касается эмоций, оно начнёт тебя потихоньку пробивать вверх. Причём в неадекватных ситуациях, да, то есть ты можешь злиться на папу весь день, а потом тебе парень просто стул пододвинет, ну, не так. И ты можешь сорваться просто на него, да, и это со стороны будет казаться, ну, с ума сошла. А у тебя просто это копилось в течение дня. И многие очень часто агрессию копят всю жизнь, и потом потихоньку неадекватно это проявляется где-то на стороне. Поэтому эмоции вот, ну, сейчас будем выпускать, вы выпускайте, не держите. Можно? Давай, я. Всем здравствуйте. У меня такой вопрос насчёт отца. Да. Извините, минуточку. Да, выдохай, ты не глотай минуточку. Нет, у меня есть. Спасибо. В 2020 году я пришла к такому выпуску, что я должна просить отца. Меня все уговаривали, проходило несколько тренингов. Думала вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, ну, декабрь, был кандемии и когда-то подобное. 27 декабря у меня отец умирает, я не спеваю. Билеты я брала. 7 декабря. На похороны не попала, а что? Я не попала на похороны. А ты не была? Я мама, отец, отец, чем дети. Хотя, когда я выбирала билеты, 7 декабря были билеты на 10-е даже. А я прям срежу. Ой, поспорю. Смотрите, почему такая... Пусть трясется нога, это же страшно. Выдыхай, пусть трясется. Когда трясутся ноги, это страх проходит. Я хотелось экономить денег. Если заразить, если заразить, то если заразить, то если заразить, то берешь, а уйдет скидки. Вот, знаете, эти громадные скидки, я помялась. Мне сейчас обидно, что я не успела. Я, боже, отец, по 7-го умер. А я могла бы 10-го прилететь к нему, попрещаться. Выплакивай, вдох глубокий. Вообще, на самом деле, большая трагедия, когда ты не можешь попасть. То есть, ну, человек умирает, а ты не можешь приехать. Так бывает. И таких историй я наслушался в Америке, знаете, вот море прям. Они уезжают туда, не могут получить гражданство, сидя там, им нельзя выезжать. А здесь все умерли, короче. Сначала там тетя, дядя, там, да-да-да-да-да, и все начинают умирать, да. И они не могут попасть. Я всегда боялся этой ситуации. Думаю, как ты вообще так, ну, насколько сложно это, да. И кто знает, я сам в этом году попал в эту же ситуацию. Да, то есть, я уехал в Америку, папа умер, и я не мог вернуться. Ну, то есть, там нереально было просто ничего, этот. И знаете, что самое интересное, что я не скажу, что я там не плакал, что там не было, там, больно или не больно. Но я вам скажу, боли не было. Вот реально не было боли. Вот то, что сейчас у тебя, у тебя все болит, дрожит. Выдыхай. Смотрите, мы всегда, мы вот живем так, тем более с этой короной непонятной, да. Вообще непонятно, когда умрет сегодня. Мы живем как будто в состоянии войны. И сегодня, наверное, уже раз в месяц я бы рекомендовал всем завершать все свои незавершенности, которые у вас есть. В смысле? Сказать папе, что я его люблю. Сказать маме. Обнять детей. Там, я не знаю, помыть машину. Сходить к донтисту. Что еще бывает там? Выгулять собаку. Не знаю, погладить шторы. Ну, вот хоть что. Раз в месяц ты подводишь черту, просто вот... Можно завещать. Нет, нет, нет. Можно и так, но... Не такую жирную, но черту. То есть завершать все свои незавершенности. Почему у меня, я, если честно, я относительно безболезненно прожил вот эту утрату. По той причине, что я, как сын, наверное, ну, я успел сделать все. Я сделал это чуть-чуть поздно, но я сделал все, что я хотел. То есть последние полгода, наверное, жизни его, ну, я его перевез в Алмату. Я дал квартиру, я дал ему этот достаток. То есть я дал ему то, чего у него не было в течение жизни. И мы с папой разговаривали насчет дедушки с бабушкой, да, и... И, кстати, мы с ним много говорили в последнее время, потому что я приезжал каждый день, и мы, ну, разговаривали. И я говорю, ты знаешь, ты не думал, что вот бабушке с дедушкой как-то очень сильно не повезло? Он говорит, а что им не повезло? Я говорю, они родились в голоде? И умерли в 90-х в голоде? И он так на меня смотрит, я говорю, а ты пожил в союзе нормально, да, ну, как бы, этот... И ты сейчас в достатке. И он сидит на меня, смотрит, я так не думал. И у него слезы за родителей. Но я как сын, мне кажется так сейчас, что я все, что хотел поговорить с ним, я поговорил. Все, что хотел я для него сделать, я сделал. Все, что хотел я ему сказать, я сказал. И поэтому не было настолько больно. Человеку больно об утрате какого-то другого человека только из-за того, что он чего-то не договорил или не добрал. И только из-за этого вот это вот... Знаете, там ощущение, как будто душа рвется. И вот эту боль, эта боль больше про себя. Помните, я говорил, все эгоисты. Да, и это эгоистичная боль, которая внутри осталась. И сегодня ее выпускай. Выдыхай. Получается, родители разведены были. Выдыхай, вдыхай. Ты можешь встать? А, тебе сейчас будет плохо прям. Сумку убери в сторону. Я не могу встать. Нет, оба ноги прям. Давай я туда подойду тогда. Я не так болит. Я прям не могу. Честно. Потому что... Вставай. Прости меня, папа. Я тебя люблю, папа. Я тебя люблю. Сильно, сильно я люблю. Я тебя люблю. А, Дениска, я тебя все требовала. Прости меня, папа. Прости меня. Прости меня, папа. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю, папа. Я тебя опускаю, папа. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Я тебя люблю. Что в эмоции? Руки, ракальный мир. Не имеют руки? Да. Дыши, будь же. Давай, выключай. Еще. Он хотел увидеть моего сына. В 2019-м году был у меня случай, я въехала в Чинкент. То 19-го года я своего папочку не признавала. И всегда был случай, что у меня 5000 летом, я поехала с сыном. Но я знала, что у меня там у прада спрашивал. Он хотел меня увидеть. И был такой случай, я выхожу замуж, у него сестра у него. Мы его звали на форекс, конечно. Он рассказал, что я отказался. Ну, и в школе, и в университете. Я ему название, ну, не сорок дней, как вы сказали, конечно. Звоню я, и что ответа. Ну, конечно, ответов нет. Даю номер, мне не звонят. И за это время, получается, у меня было видно на папу, что почему я маленькая дочка, я всегда ищу его, а он заметил ничего, как бы нет. А он как жил, папа? Знаешь его историю? Да, я знаю. Ну, я сама не тесалась, я через слухов, конечно. Он женился... Нет, 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 его историю с родителями. Он родитель, а отец, а дедушка, получается, умер, сражаясь в тайне. Он мне что-то колебется, мне головой уже... Да, 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 да. И, получается, мать росла 12. Одна росла, 12 детей. Да, детей, да. Он был в предпоследнем виде даже. Вот видите, я даже их, как бы сказать, родословие даже... Да, брат, мама общаются, но я прям к ним не тянусь. Я даже на... Я нарезаю еще 21-й год, когда я сеется. У меня прям к ним чувств нет. И не хочется прям с ним общаться. Ты их боишься? Да что, боже? Смотрите, ноги, когда трясутся, это страх. Это сильный страх смерти, я не знаю. Она боится до смерти прям. Мать меня не пугала. Она хотела, чтобы я не пугалась. Кого боишься тогда? Дыши лучше. Откуда страх? Никого не боюсь. Ты какой-то ежик. Ну, я в школе была драчункой. Я вот всегда атаковала. Я не боялась никого. Хоть я лежала прям, но я успевала хотя бы морду дать, но вот это... Как бы сказать, у меня есть такой характер. Боевая? Боевая, но я не боюсь никого. Я не знаю, откуда... Откуда мне такой... Знаете, это... У меня вот вопрос, общаться ли их дальше? Общаться. Не могу, не хочу. Лошу уже. Садись тебе, это тяжело. Пусть мой митрис будет счастлив. Папа не любит, да? Или папа не было в твоей жизни, или еще что-то. Если ты начнешь ковырять историю папы, там будет вот так. Дедушка умер рано, мама осталась одна, 12 детей воспитывала. Это человек, который вообще не видел, что такое любовь. Он не знает. И тебе дать он этого не может. Он давал то, на то лучшее, на что он способен. Он просто больше выдать не может. Обида держится. А ну будет обида, еще будет, но ты... Смотри, ты же еще... Я зависть насмотрел, и сейчас я смотрю зависть нас. Вот, открыто, зависть я смотрю. У головы отца есть зависть нас смотрю. Смотрю? Мне хочется вот, чтобы мне в этот было. Потом... У меня есть очень, тоже любит. Но, не знаю, я и Рома, может быть, ну что, я не знаю. Я не могу себе понять. У меня просто хотела своего родного, но вот не успела. Я хоть плакала, я ей писала. Ну, не опускает. У меня обидно, что я в 19-м году не показал себя, своего ребенка. Но он хотел видеть внука родного. А я вот... Ну, эгористично получается. Типа, мол, у меня Вика, он же меня не искал, на то и типа не пришел. На то и не пришел, не зазвонился, не приехал. У меня только одно, одно, единственное, что у меня вот остается в памяти. Я была в школе училась, он тогда женился на третью жену, мама моя первая. Он раз женился, ушел, бросил вторую, третью женился. И там сын, он как бы точку не любит. Сына любит. Сына любит. Ну, хватит. В дом в локере, выдыхай. Картинка остается такая. Мы в базаре. Выдох. Все глубокий вдох сделай. И выдыхай. Вот так. Картинка такая. Он в базаре, видите, он со своим семьей был. И он вот этот, при мне же поднял, поднял этот маленький детей, и обнял сильно, поцеловал. А меня, я стою рядом, он нету. Я прям рядом стою. Но при мне же, при мне же он обнял. Третьего сына. Ах ты моя хорошая. Подождите, я думал, это обойдется, не обойдется. Кажется, вставай. Вставай. Мне очень трудно. Вставай. Дим, пойдем. Подержи ее. Вот так, возьми. На, обними прям. Можно вас? Пойдем. Прямо обними спереди. Сзади вот так обнимите ее. Вот так. Вот так. На, бери, сколько тебе папы не хватало. Давай. Вот так. Давай, давай, давай. Дыши глубже. Смотрите, то, что с энергиями происходит, это очень быстро все. Ой, дышите, мои хорошие. Всех заставила. Всегда найдется один триггер, который... И отцовской любви не хватает, она сейчас наберется и будет легче. И пока она будет, вот, пока она, вот, пока ей не хватает, она будет требовать эту любовь до тех пор, пока она ее не получит. И только с момента того, как она эту любовь получит, начнется развитие ее. Потому что сейчас то, что она... Держите ее, не отпускает. Командует там. Вот, вот, вот... Чего? А? Ты еще... Ты... Попадем. Ты хочешь совсем в этот, да, войти в этот образ? Давай. Вот так. Держи туда. С женщинами вот так всегда. Мало двух, еще третьего подавали. Вот как... Вот, девочки, как с вами тяжело, вы понимаете, да? Сейчас, сейчас. Двух мужиков дали не те, бля. Я не только не хватила. На самом деле, я вам скажу, для энергии нету расстояния. И там нету худой толсты вообще точно. Дышите. Вот и хорошо. Полгруппы с тобой проработалось. Больше даже проревелилось. Сейчас, мы там, этот... Я, Игорь, знаете, хотела поговорить про маму. До 12 лет мы сжили с мамой. Ну, потом у меня появился отчим. В детстве у меня мама очень... За все... Если я что-то не так сделаю... В общем, она меня очень сильно ругала. И... В какой-то момент она даже этим... Восхвалялась тем, что если я увижу тапочек, то я писаюсь. И для нее это была как будто гордость какая-то. Для меня это был... Ну, такой... Очень сильный страх. И перед всеми родственниками... Она всегда... Ну, смеялись все надо мной. Что... Вот ты видишь тапочек, и ты писаешься. Вроде бы все посмеялись, посмеялись. Она тебя им била, да, эти тапы? Да. Вот я что-то сделаю, но прям... Все, у меня был такой страх. И по сей день, если я что-то не так сделаю, чтобы маме не понравилось, чтобы... В общем, всегда, чтобы ей все нравилось. Мне это надоело. Мама одна воспитывалась? Папа где был? Ну, отца не было. У меня, я же говорю, я его нашла 35 лет. Они не жили вместе. Потом, получается... У меня с отчим... Ну, у мамы с отчима у меня было детей. Я вышла замуж, родила. Всегда моей матери не нравятся мои мужья. Был у меня второй муж, но получилось так, что маме не нравилось. И, в общем, дочка моя переписалась сейчас... Ну, она воспитывается с моими родителями. Ты, короче, отдала дочку? Да, она воспитывается у моих родителей. Отчима и матери. И просто получается в этой ситуации, что я даже им как будто как и не нужна. Понимаете? В общем... Кого еще мама одна воспитывала? Сама? Где мама одинокая еще? Смотрите, когда... Вот помните, да, у папы любовь условная, а у мамы безусловная, да? Когда мама воспитывает ребенка одна, или кто сейчас воспитывает еще тоже там это, да? У тебя безусловно условная любовь. И ты верховный предиктор, становишься для ребенка. И твое слово значит все. То есть для ребенка твое слово значит, что оно вообще не подлежит обсуждению, оно не подлежит там оспариванию какому-то. Все, что выходит из своего рта, истина. И в этом, с одной стороны, может быть и хорошо, но ты становишься палачом и судьей одновременно для ребенка, и он будет постоянно оглядываться на тебя. И от этого не будет ответственности у него. Он будет хорошим. Посмотри. Особенно если у вас мальчик, это капец, это вообще честно. Это... 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 Это будет идеальный мужчина, который сформирован у тебя в голове. Ты будешь его делать для себя. И когда он приведет женщину домой, ты будешь против. Потому что ты ростила-ростила, а сука это взяла и себе забрала. Понимаешь? Ты идеального мужчину для себя вырастила, а ее увела какая-то вообще сучка крашеная. Понимаешь? И... Сейчас, сейчас. И мамы такие... Ну, вот... Такие мужчины, они... У них проблемы вообще с ответственностью очень сильные. Если не было рядом мужчины, и у мальчика, и у девочки большие проблемы с ответственностью. Потому что просто можно что-то сделать, можно не доделать, там... Ну, вот какие-то такие вещи. Поэтому... Мужчина растет, как бы... Всегда, как говорят, под юбкой матери, и он становится беспомощным, но он эмпатичный, он очень чувствительный, он знает, когда тебе позвонить, он знает, что на смс-ку отвечать лучше через 15 минут, а не сразу. То есть он знает все тонкости и уловки, которые знаете вы. И такие мужчины, они очень-очень легко входят в доверие к женщинам, сильным особенно. Они как бы тебя окутывают своей заботой и дают тебе то, чего тебе не хватало. А потом, в момент, когда ты без него не можешь, он убирает руки. Он бросает. Это его месть маме. И может быть отчасти вот это вот... Где она? Папа, то, что там три жены, может быть от этого еще бывает. Потому что он постоянно будет... Как только ответственность нагнетается, он раз, ушел от ответственности. С кем? С мужчиной или с девочкой? С женой. Уже бросил. Это не начинается, знаете, там уже когда он взрослый. Это начинается с малых лет. Его потихоньку так воспитывают. Это вот то, что мои... Ну вот наше наблюдение в песочнице, пока мы растили детей, это то, что мама, когда одиночка приводит сына в песочницу с игрушкой какой-то, да? Другой мальчик, у нее там младший возраст, начинает ее забирать, типа дай поиграть, мальчик что делает? Не дам. Он начинает драться за нее. Типа не отдам. Что делает мама? Отдай, он же маленький. Поиграет, вернет. Это мужчине не свойственно, и он отдает. Потом этот ребенок маленький, который унес, эта игрушка унес, сломал ее, принес твоему сыну. Сын начинает драться, типа ты что, офигел? Начинает его там тыкать, куда не положено. Что мама говорит? Оставь новую, куплю. Да, да. Да, да. И она начинает новую покупать. Потом в школе, когда первый привод в милицию, там допустим, она его отмазывает. О, да. Потом девочка, когда пошли, она ему дает денег больше, чем всем сверстникам, чтобы он проявился как мужчина. Он же, ну, типа, он же щедрый. Сына, ты щедрый, проявляйся. И она начинает его баловать. Потом он начинает пить, гулять. Ну, это ты не видела. Они начинают пить, гулять. И оттуда вот эти же люди, они становятся игроманами. Они такие ставят ставки. Они там, это, то есть, если перекос сильный. И каждый, вот каждый раз, чем старше он становится, и чем больше ты его спасаешь, тем в большую жопу он попадает. С каждой следующей помощью ты делаешь ему хуже. Ты его как будто в этот зубучий песок вот сверху на голову еще придавливаешь. А если сердце болит за него, я прям переживаю. Найди мужика, ну, делай твой мужчина. Ну, вот, иди с ним, обращай на него внимание. Единственный способ помочь таким детям, или такой маме, ну, это там маме помощь нужна, ему нормально бросить. Нужно просто перестать спасать. И чем больше ты будешь... Вот вообще, знаете, всем рекомендую «Материнская любовь» Некрасов. Вот кто не читал, прочтите обязательно. Хотя бы один раз в жизни просто прочтите, чтобы вы потом не говорили, а я не знала, поэтому я так делала. Почему? Потому что Вселенная, я не знаю, там кто там... Так создано, что если кто-то вот в паре, другому мешает развитию, этого человека убирают. Знаете вы? И он умирает. Если, вот смотри, если родители мешают ребенку развиваться, то берут родителя. Если наоборот, то берут ребенка. Но это надо довести до этого. Это надо очень сильно упереться. Но так бывает. Так случается. И если ребенка начинают спасать другие, другие тоже начинают постепенно уходить. И если вы посмотрите много семей, это действительно работает. Я когда его читал от Некрасова, я думаю, да ну гонишь, короче. Что за фигня? А потом начал родственников ковырять, начал вот... Люди стали приходить, их стал спрашивать, что у них происходит. Везде. Там, где кто-то кому-то мешает развиваться, одного из двоих уберут. Обычно это всегда происходит в спарке. Мать, когда у нее есть муж, и она все равно в сыне, она не с мужем. Понимаешь? Она не с мужем. И твоя задача пересключится. Ту любовь, которую ты даешь сыну, переключится на мужа. И ты посмотришь, как изменятся два мужика вместо одного. Понимаешь, ты хотел изменить одного, а изменишь двух. И на самом деле очень много... у женщин власти у вас очень много над всеми. Вокруг у вас все вертится. И сколько я не ковыряю вот эту психологию, везде вы. С мужиками проще все. Но у вас влияние намного шире. Оно намного объемнее. Потому что даже если вы посмотрите учителя... Короче, в детском садике воспитатели женщины, в школах женщины, в университетах женщины вы везде. И мужиков этих воспитываете тоже вы. Вставай тоже давай, дыши. Вставай, закрывай глаза, дыши. Выдыхай, выплакивай. В голос реви прям, мне это... Вставай. Еще вдох глубже. Все, по-моему, сейчас это так... Все, давай. подойдешь. Давай. Вдох глубже. Вдох. Выдыхай. Еще. Еще. Вот так. Давай. Давай. Сдавайся. Почему так? Выдовь, 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 выдовь. Опускай, опускай. Сядь. Ну-ка, глубокий вдох. Беги. Вдох. Выдох. Выдох. Еще. Еще. Вот отсюда. Давай-давай-давай. Выдох. Вот так. Еще. Еще. Выдох. Еще глубже. Еще глубже. Выдох. Вот и все. Вдох. Вдох глубже. Еще глубже. Вдох глубже. Еще глубже. Замерла прям. Вдох. 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 Легче? Ага. Вдох. 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 Сейчас, секунду. Вдох. 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 Вот я научилась оспускат. И научилась жить своей жизнью для себя. Позволять их мыть самостоятельными, но не получится ли так, что... Вот папы рядом нет. Теперь и тебя нет рядом, то и на работе, то еще где-то. Они сами себе предоставлены, и завтра не получится ли так, что где-то там не доглядела, где-то там... То есть моя задача, я прихожу домой, я только обнимаю, я просто целую, говорю, я тебя люблю. Мы там полчаса пообнимаемся, и все. Я этого хватит. Это достаточно. Полчаса пообниматься, это достаточно. Многие этого годами не делают. Живут в одной квартире, годами не обнимают друг друга. То есть я про то, что про мужское воспитание. Если есть брат, пусть займется. Если есть отец, то пусть займется. Они редко очень. Не надо много. Вот смотри, там где-то с 9 до 15 лет нужен отец. И когда будут к этому периоду подходить, он должен найти какого-то наставника. В виде твоего брата, папы, в виде дедушки, в виде тренера даже. Может быть, тренер это быть. Вот в виде любого... Если ты сама не найдешь ему, он найдет на улице какого-нибудь авторитета и будет там за ним ходить. То есть он будет воспитан вообще другими людьми. Поэтому просто найди авторитета вовремя. Я с детьми работаю, но очень часто это, знаешь, если они подростки, то лучше не надо. Короче, подростки, это пока не мой случай, потому что у них идет жесткое отрицание всего. И они считают, что ты идиот. Ну, сразу. То есть, если, допустим, мать была учителем, была строгой, требовательной, била. И то есть, чтобы ее вот эту модель поведения, то есть воспитание, да, не отражать на своих детей. Потому что иногда бывает, вот ты живешь, живешь, да, то есть, и потом через время ты думаешь, блин, вот это все делала мама когда-то. То есть, и я, получается, отражаю вот это все ее мышление, поведение, воспитание на своих детях. Я понимаю, что это неправильно, но это как-то систематично выходит, а через время ты понимаешь, что ты копируешь полностью маму, которую не хочешь. Это самая плохая новость для вас. Сейчас, сейчас, смотрите. Особенно для женщин, ну и для мужчин, ты будешь точно такая же, как твоя мама. Почему? Что? Я вроде подготавливал, сейчас, подожди. Сейчас, сейчас, подождите. Ты будешь точно такая же, как твоя мама. Почему? Потому что воспитывать детей задача вообще бессмысленная. Для девочки со стороны папы нужна просто любовь, да? И социально ты будешь точно такая же, как мама. То есть, то, как ведет себя, как ведет себя, как работает мама, как она себя ведет с мужем, ну, с папой твоим, да? Ты будешь вести себя точно так же, как она. Для мальчика очень важна мама, как вот эта безусловная любовь, да? И чем мама больше любит сына, тем выше его самооценка. Но социальное поведение он должен брать с папы. И он будет точно таким же, как его отец. Нет. Но, смотрите, у нас очень жестко, у мальчиков есть отрицание отца, всегда практически, да? То есть, он не такой, он недостаточно успешный, не такой жесткий, ну, короче. А у девочек есть отрицание матери сильное. И как бы ты не отрицал маму, ты будешь точно такой же, как и мама. Как бы ты не отрицал папу, ты будешь точно таким же, как твой отец. Но ты можешь быть лучшим проявлением своего отца в этом мире. Еще раз. Ты все равно будешь точно такая же или таким же. Но поведение, смотри, если нету, не было рядом папы, да, или там нету, кого там не было? А если нету отца, мальчик, ну, мальчиками? Если нету отца, он будет, смотри, помнишь, я же говорил, мать-предиктор. Да, то есть, мать, она будет, как бы, да, два в одном. Это, безусловно, условная любовь со стороны матери будет идти. И мамино слово будет главным в семье, да? И мальчик тогда, он будет периодически истерить, да? Видели истеричных мужчин? Вот они, у них, блядь, истерика сразу. Это вот оттуда, это от мамы, скорее всего. Это вот, ну, это вот 80% это оттуда. И женщины, видели такие они? Это от папы, блядь, точно. Он хотел мальчика. Вот это. А? Вот-вот. Он хотел мальчика, родилась ты, и он тебя воспитывал, как пацана. И с собой на рыбалку, на охоту пойдем в баню, не запускай. Там, э, я говорю, девочку не знаю. А, нельзя, да, ну ладно, постойм там. То есть, это же, смотрите, у всех у нас есть свои деформации и перекосы. У каждого, у меня тоже, да? У меня перекосы, ну, точно, я вам говорю, у меня очень страшные перекосы были с деньгами. Я так понимаю, у меня с отцом были отношения, ну, такие, потому что меня воспитывал, если честно, дед. Да, то есть, ну, мы жили в одном доме, но воспитанием занимался дед. И дед проявлялся для меня как единственный мужчина, ну, с которым нельзя было спорить. И я всегда, когда он меня надо мной издевался, мне казалось. Ну, я сейчас думаю, что это было, ну, какое-то такое нечеловеческое. И я всегда думаю, почему папа не защищает, да, от деда? А папа не мог деду сказать, потому что это его отец. И все. И круг замкнулся. И на самом деле, я очень сильно благодарен деду, потому что он привил мне дисциплину. Он мне привил характер, это я сегодня понимаю. И точно он мне сказал, что если хочешь что-то узнать, иди учись. То есть, те вещи, которые, ну, вот, базовые, да. И он мне говорил, мужчина должен плавать, он мне на плавание. Мужчина должен уметь на коньках кататься, потому что когда-то в хоккей играть будешь. Когда всю жизнь в хоккей, мечтал просто. То есть, и я умею кататься более-менее на коньках, я плаваю хорошо, я учиться умею и люблю. У меня есть тут дисциплина, как я сегодня понимаю. И это дед. Понимаешь? Но на отца были обиды. И из-за этого, из-за того, что у меня было к отцу, мне кажется, были претензии, у меня не было тупо денег. Да? Ты дыши, подойди иди. Ты всегда так разрешение спрашиваешь? Бери. Ага. Сейчас, сейчас, подержи просто пока. Можешь сказать, а? Вы где? Сейчас, секунду. А, это там тоже папа проявленный сильно, я так понимаю. Сейчас, секунду подержи. Ты только не бойся, ладно? Смотри на меня. Дыши глубже. Руфа, дыши глубже давай. Не бойся, все хорошо. Это проходит, это минут 15 сейчас отпустит. И у меня был очень большой период, когда я не зарабатывал денег, и я так понимаю, что это были претензии к отцу. И папу я прорабатывал, и знаете, в 33 года я это осознал. И где-то в 37 лет, мне кажется, меня только отпустило, более-менее. И с этого периода началось развитие. Мое. И с того момента я понял, что я на папу перекладывал, типа, он не богатый, он меня не научил, он не дал мне образование, которое я хотел, да? Я все ждал от него, что он что-то такое сделал, а он почему-то не мог. И не мог он. Потом я разбирал, знаете, ко мне как-то пришла тетя родная. Представляете, что такая родная тетя на терапии? Я знаю про нее все. И она пришла вот так. Игорь, я сейчас приеду. Во-первых, я только прилетел, и я в Алма-Ате, вы в Талдыкургане. Я приеду. И она приехала через 3 часа. У меня было ощущение, как будто я был психотерапевтом 5 часов, пока я с ней поработал. Я вспомнил бабушку, мы вспомнили деда, мы вспомнили папу. И только тогда я понял отца, что папа, мне всю жизнь, знаете, я приехал в Алма-Ату. И в Алма-Ате я очень сильно завидовал людям, которые городские. То, что они сразу живут с родителями в хорошем городе. И им ничего не нужно было. А мне нужна была квартира, мне нужно было учиться, мне нужно было что-то есть. А у них все было, они просто гуляли. И я думал, что у них студенческая жизнь, а у меня что-то не то. И я очень долго таких вот людей, ну, короче, тупо зависть. И когда я начал папу разбирать, я понял, что папа был примерно из таких. Потому что у меня бабушка очень властная. Она и деда оказывается, это я потом разобрался. И папу она держала таким. Ну, поэтому он работал здесь в Алма-Ате, и он поехал к маме в Талдыкурган, и там всю жизнь не прожили. И только из-за того, что бабушка сказала, сын должен быть рядом с мамой. И рядом я сказала, и рядом я сказала, мы прожились с бабушкой, с дедушкой в одном доме. То есть мою всю сознание, ну, как бы до 15-16 лет. И знаете, как я шкнил, когда я тут по квартирам лазил, да, тут этот, в аренду снимал? Насколько была моя обида на отца, что он отсюда уехал? Потому что так бы он по квартирам шатался, квартиру купил, и у меня бы она сразу была. А так мне самому приходится вот эти все круги ада наворачивать. Но насколько сейчас я благодарен за то, что я этот круг прошел, что я смог сам. И когда я смог сам, и моя реализация дала благодарность. Ну, вот я как бы благодарен отцу за то, что он, ну, за все то, что получилось. Вот оно. То есть просто люди, которые обижаются сильно на отца, они просто не дошли, еще вот эту вот точку они не перешли. И как только ты перейдешь и поймешь, что ты можешь сам, и папа ни при чем, вот. Все. И с папой всегда только через действие. Вы не думайте, что вы там попрощали, там пописали прощалки, там помедитировали. Папа всегда за слуги. Папа всегда за что-то. Лежа не получится. С мамой можно. Ну, с мамой и проще, что. Мама, я тебя люблю, ну, у тебя тоже нет. Мама ждет. Папа ему это. Говори там с папой у кого-то проявленным. У меня вот такая... Я вот такая... Сыном. тоже подойду вдох вдох выдох 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 ой ты какая вредная расслабься я тебе говорю расслабь тело не шугайся как вы шли глубже говори плачь Поплощай, 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 взял уходу своего близкого друга, она не могла ни себе спросить от него, но браточка, у него мать три раза ушла за мной, все мужья умирали, а у него сыновья умирали, и у него один год ушло. И, наблюдаясь за нашей семьей, в тот момент у меня папа умер, а я жила в себе, родители все сделали, мы жили как в сказке, у папы было 8 братьев, у каждого было много детей, он всех их на ноги поставил, а для нас, он говорил маме, они еще маленькие, он всех их женил. Нам ничего не оставил, наследство оставил, только 8 братьев и их детям. А этот мужчина воспользовался, папа умер 52 года, его родственники, когда он умирал, во дворе его братья все праздновали, пили водку, что он умирает. И отключилась. Когда папа умер, этот мужчина начал наблюдать, и как бы у нас такой, в городе есть такой, он как бы... Подожди, убирай микрофон, это калашматит уже все. Дай. Выдыхай, выдыхай. Выдох. Выдох, легче? Не, не очень, я не до конца сказала. Да, что я потому... Выдох. Включите. Выплакивай. До конца тебе сказать надо. Расслабь, выдох, отпустила. Дыши глубже. Смотрите, вот это вот... Можно, конечно, дыши. Рассказывать все. Я? Нет, это конца сказала. Подожди ты. Забери у нее. Отдай, подожди. Посиди, а вот вы посиди сама. Подыши глубже. Смотрите, вы можете очень сильно хотеть, конечно, сказать. У тебя эмоциональные эмоции сейчас сошли. Вот посиди, просто посмотри, как тебе хорошо. Не нужно вот, ну... Как бы... Как это сказать? Вам кажется, что вы вот выговоритесь, и будет легче, не будет. Вы вот, когда выплескивается, когда я подхожу, прорабатываю, да, в этом состоянии хотя бы посидите, насладитесь, потому что этого давно не было, этого состояния. А вы хотите опять умом, опять чего-то там довертеть, досказать. Да шеглоб же. Потому что злая на меня сейчас... Не злая. Да-да, не сказала. Не злая, а нормально. Вот там... Ага, сейчас, сейчас. Добрый день. Добрый день. Вот по поводу... Я тебя люблю. Вот вы, ну, как говорите же, ну, если у отца не было этой любви, он ее и не дал, да? Ну, сколько мог, сколько было, сколько дал. Вот сейчас у меня уже папы нету, много лет уже, но я думала, что я с ним проработала, но вот у меня сейчас вообще привел к вам материальный вопрос. Я как бы пытаюсь вот из этой ямы, в какую попало, там, кредиты, бизнес сгорел и так далее, и так далее. И я уже десятый год вот барахтаюсь, как лягушка в этом кувшине, но никак она у меня не сбьется, это масло. И у меня, знаете, какой-то перекос пошел. Я стала во всем винить маму, что вот папа там пил и так далее, да? И у меня сейчас к маме такая лютая ненависть, и что вот вроде бы 75 лет человеку уже вроде бы мне, ну, молиться на нее последние годы, чтобы там в любви пребывать, да? Но у меня не получается, я вот прям иду с целью, хочу сказать ей, мама, я тебя люблю, у меня прям вот как будто вот так вот горло перехватывает, и не могу, вот как это вот наполнение любого... Смотри, вот это нужно просто шагнуть и сказать. Я пробовала. Ты не пробуй, ты делай. Смотрите, всегда, когда я пробую, постараюсь, этот человек нифига не делает. Вы не верьте им никогда таким. Когда он говорит, я пытался, я пробовал, короче, это лапша это. Смотрите, вот с этой любовью, да? Когда ты говоришь маме, я тебя люблю, или папе, но внутри я тебя ненавижу как будто, да? Да-да, это, знаешь, это как с оргазмом, да? Сначала имитирую, а потом получается. То же самое. То есть ты сначала говоришь, 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 а потом она и начинает идти. Но когда ты говоришь, я ничего не чувствую, я его ненавижу, ты просто больше как бы развиваешь вот это бесчувствие и ненависть к человеку. Но когда ты говоришь, я тебя люблю, я тебя люблю, в какой-то момент ты начинаешь так проявляться. Почему 40 дней? Потому что на 21 день ты этой любовью к папе или к маме начнешь звучать сама. Это терапия не для папы и не для мамы, не дай бог. Это твоя терапия. А вот папы нету, ему просто писать получается? Папе можешь просто писать или просто каждое утро говорить слова благодарности. Ты можешь письмо благодарности написать папе, за что ты ему благодарна. Мама, она и здравствует до сегодняшнего дня. Папочка мой, конечно, любимый умер в прошлом году. Но у меня такой вопрос. У нас были хорошие отношения с отцом, да? Но нужно ли писать письмо прощения? В любом случае, были ошибки же в жизни, как бы, да? И с моей стороны неправильные были поступки. И где-то я, может быть, неправильно сказала ему что-то или нагрубила. Нужно ли писать? Нужно. Нет ни одного человека, я не видел, у кого бы папа был проработан или мама до конца. Вот если ты чувствуешь, что... Смотри, с одной стороны, если у тебя все устраивает, то не надо. Но если бы тебя все устраивало, ты бы этот вопрос не задавала. Если ты этот вопрос задаешь, то по-любому надо. Есть люди, которым ничего не нужно. Вот, знаете, я видел людей, которые вне тренинга никуда не ходили. Они вот, ну, они развитые, вот просто нереально. Но так не всем повезло. Но некоторые учатся в жизни, не на тренинге, а в жизни. Их пинают, они там как-то этот выруливают. И как-то интуитивно сами они выживают, да? Но в основном людям нужна помощь, потому что она сковывает страх очень всех. И страх идти могут единицы. Почему зарабатывают, ну, мало людей? Потому что многие боятся пойти в страх. Боятся уволиться, боятся начать, боятся открыть ИП, боятся открыть там ТО. Да и знаете, как ТО открыл? Вообще случайно. Я вообще не знал, что это сегодня так легко. Я позвонил в телефон доверия, я говорю, хочу ТО открыть. Как это делается? Ну, зайдите на ИГОВ, там, туда нажмите, туда нажмите, у вас ТО. Вы с ума сошли? Я вообще, я просто спросил. У вас ТО. Я срочно там бухгалтера там побежал, там, везде это все, там, в налоговую. Понимаете, как это происходит? То есть всегда в страх идти очень сложно. И нужно себя, ну, туда направлять. У меня вопрос такой. Я вот в жизни, да, у меня почти везучая, да, я зарабатываю хорошо, да, но я доверчивая, постоянно. Хорошо зарабатываю, но крупно, вот собираю, да, вот 20 лет собираю, прям крупно я брала полные, вот эти полные здания. Потеряла. Опять, потом, я не вижу, вот, тоже стремлюсь, да. Второй раз, вот, недавно, вот, в 20-м году, опять я крупно собрала, тоже поверила на биржу, да, опять одного проиграла. Мужики кидают, нет? Нет, это один раз керамида была. Ага. Я сказала мужу, говорит, второй раз, что ты следи за мной, что я не проиграла, что-то, не поверила в них ничего. Опять у меня получилось, подсадый год, да, на биржу, центрную биржу, опять вот, крупно, вот, крупно, вот, прям, хотела бы, да, бизнес сделать, бизнес начало, да, у меня нормально было. Потом хотела крупно, и кредит все, 30 миллионов, да. И опять на теновую биржу отдала, они мне сели 40 дней, говорят, ты такой-то, такой процент получишь, они, говорят, потом, ну, меня люди позвали, которые вот нам рассчитают, да. Все, подожди, все, подождите. Вот, кто в долгах? Поднимите руки, есть у кого долги? Там, кредиты, там, да. Ага. Смотрите, люди, которые берут, ну, короче, начнем с финансовой грамотности, чуть туда зайду. Есть кредиты правильные, есть долги, есть долги неправильные, да, все, что тебя начинает сдерживать и притормаживать, это кредит, который неправильный. Правильные кредиты, они больше про инвестиции, они больше про, там, про бизнес, да, то есть, когда ты в бизнес берешь деньги. И есть люди, которые берут просто так, вот, ну, дают, и мы берем. Да, как Кабатов говорит, ну, просто казахи, мы не понимаем проценты, мы понимаем проценты, только в молоке, 20% гостям, а 10 себе. А в кредитах мы, говорит, проценты не понимаем, поэтому берем. Вот, на самом деле, когда ты берешь кредиты, и когда ты очень много набираешь долгов, и когда ты хочешь играть в биржи, когда ты попадаешь в эти финансовые пирамиды, это люди, финансовые вампиры. Вы хотите заработать быстро и сразу. Понимаете? Вы хотите быстро и сразу. И человек, который постоянно живет в долг, он хочет делать меньше и получить больше. И вы просто это отследите. Сегодня, вот, у нас еще в Казахстане, знаете, я так понимаю, наше поколение еще нас пронесет где-то, да, но вот дети, вот, 2000-е годы, которые там, 2010-е, 2006-е, кто рождаются, у них с финансовой грамотностью у многих будут проблемы. У многих будут проблемы. Потому что то, что я видел вот в Штатах, у них с финансовой грамотностью у всех проблемы, потому что кредиты очень доступны. И ты не понимаешь, что ты живешь в долг, просто ты через год очухался, а у тебя там 20 тысяч долларов минус. Понимаешь? То есть, и в Казахстане я так понимаю, что мы все равно тоже к этому придем, поэтому внимательнее к долгам, внимательнее к кредитам. Я против того, чтобы брать чучьего кредит. Нет, смотри, я доверчивая. Я понимаю, что ты доверчивый, но я тебе говорю, ты хотел заработать больше. Если бы тебе сказали, дай мне 30 миллионов, я тебе 31 дам, ты бы ничего не делал. Подожди. Подожди. Ты можешь спорить, сколько сейчас убеждать. Мы сейчас за тобой пойдем дальше тоже деньги туда ложить. Понимаешь, то есть ты, это люди, которые хотят быстро. И вот те, кто хотят заработать быстро денег, но ничего не делая, вас обманывают всегда. И это первое. Второе. Когда ты зарабатываешь деньги и их начинаешь терять вдруг резко. Замечали, да? Вот есть сумма, до которой ты допрыгнул или накопил, а потом маме надо, брату надо, машину разбил, соседей затопил. Еще вот, и всем начинаешь раздавать деньги. Да. Это расходы, вот просто, это тогда, когда у человека стресс от денег. И когда у тебя стресс от денег, ты начинаешь от них избавляться просто. Понимаешь? Нужно принять деньги, те доходы, которые у тебя есть. Смотрите, вот, сейчас, подожди. Вот заработать деньги, кажется, сложно, да? Но сложнее их удержать и сложнее их принять. Вот заработать легко. Удержать и принять, вот где сложность самая. А еще, знаете, что сложнее? Не выебываться потом. Понимаете? Вот четыре фактора, которые, ну, вот, по нарастающей. И каждый человек, который зарабатывает, переходит из одного этапа в другой. То есть, заработать научился зарабатывать. Копить, принять. А что это? Сохранить и принять, да. Ну, или наоборот, там, принять, сохранить. Потому что, когда ты не примешь деньги, ты не сохранишь. Ты их раздашь все равно. И когда, вот, свою гордыню нужно будет подавить. Потому что деньги теряют, смотрите, деньги теряют в тех случаях. Первое. Когда начинает выпендриваться. Это эго, когда. Когда заносит. Вот человек, вот, идет, идет, зарабатывает. Потом раз, вниз, прямо, да? Вот этот. Это эго. По голове получил. Потом опять поднимается, вроде все нормально. Опять начал выпендриваться, опять забрали. И из-за этого вот эти качели. То есть, нужно вовремя поправлять корону. Ну, или сбивать ее. И тогда это будет, ну, вот, у тебя будут падения и подъемы вот такие. Они, ну, не будут вот таких резких, да, спадов. А как сделать, чтобы желание больше появилось? Сейчас, сейчас, смотри. Когда ты будешь, когда ты примешь то бытие, которое у тебя сейчас, да? Смотри, вот ты жил вот так, в таких доходах. Поднялся вот на следующую ступеньку. Отдохни здесь, устаканься, поживи в этом. Прочувствуй кайфонии. Подожди, похвали себя. Потом, следующий этап. Ты находишь следующую ступеньку и появляется разница потенциалов. Я нахожусь здесь, а я хочу здесь. И от этого появляется энергия и желание. Но если ты такая, кажется, надо развиваться, и такая, да, нахер надо. Уже, да, да, уже успокойся, отдохни просто. Ты просто не отдохнула. То есть постоянно себя гнать куда-то в новые высоты, ты тоже в какой-то момент устанешь. Но и постоянно почивать на лаврах очень долго тоже нельзя. То есть отдохнули, пошли дальше. Потому что начнешь падать, начнут забирать. А как понять, что ты уже пора двигаться? А тебя жизнь начинает пинать. Тебя само. Вот смотрите, в жизни оно так. Или ты развиваешься сам добровольно, или тебя начинает пинать под зад просто. И я вам честно скажу, лучше добровольно. Потому что когда жизнь начинает тебя нагибать, это всегда больно и дискомфортно. Всегда. Никто не развивается из любви к себе. Все развиваются из ужаса. И вот у меня же есть онлайн-марафон, и все знают же, наверное, про деньги. Честно вам скажу, вы же видели все эти ссылки в открытом доступе, кто проходил. Они лежат бесплатно на Ютубе. Но никто эти письма в обращении почему-то не пишет. Бесплатно. Цельность не ведет. Да. Платят деньги. Мы им скидываем эту же ссылку. И они делают. Потому что если они не делают, мы их просто удаляем из чата. И они вот не хотят терять деньги. И они поэтому пишут. Хотя бы ради не себя, а ради кого-то. Это, знаете, есть упражнение такое, оно очень сильно прорабатывает твои финансовые доходы. И в этом марафоне одно из таких упражнений есть, что нужно подойти к человеку и говорить, здравствуйте, дайте денег. И надо нам собрать 500 тенге на улице. Я бы тоже не смог, но меня заставили. Ты подходишь к людям на улице, и говоришь, здравствуйте, дайте денег. И тебе говорят, пошла нахер. Ты говоришь, спасибо, пошла к другому. Я говорю, дай денег тебе, иди сам заработай. Хорошо, я пошел. И ты ходишь и как бы переламываешь. В этом упражнении отрабатывается эго. В этом упражнении отрабатывается то, что ты учишься просить. В этом упражнении отрабатывается, сдвигается твой финансовый вообще поток. И в этом упражнении вскрываются все твои установки, связанные с деньгами. Все, что тебе говорят люди, это твои установки в голове. Почему? Потому что это то, что считывают они с твоего поля. А можно брать, например, на хлеб? Нет. Смотри, вот если тебе сказать, в соседнем подъезде Баб Маша ей надо на хлеб, ты соберешь 20 тысяч. А себе соберешь 100 тенге. Для кого-то всегда проще просить, чем для себя. И поэтому соль у этого упражнения не то, чтобы иди попрошайничай, а чтобы для себя попросить. Для себя всегда сложно. Тебе говорят, а это для чего? Мне надо. И ты, а, тебе надо. И вот этот взгляд, кто просил, да, вот денег, вот этот оценивающий взгляд сверху вниз. Когда ты говоришь человеку дать денег, и он говорит, тебе зачем? Вот. Что изменилось? Можно микрофон? Пусть расскажет чуть-чуть. А, задавай вопрос. Сейчас подойдем к вам. Я опять хотела вернуться, пусть договорит, потом подойдет. Да, скажи уже. Значит, я опять возвращаюсь к континенте. Мама, папа. Вот у меня, я сама одна, у меня муж, он и мы, а в основном, как не мама. Я живу с мамой. И все время она говорит. То есть она все время диктует. Значит, вы должны делать так, ты должны делать так, мы все должны ее слушать. Если мы ее не слушаем, вы заболели. Так же мои дети, то есть это ее внуки, мои внуки тоже рядом с ними находятся. А Паша опять говорит, вот так мы должны делать. Вот как? Как от этого избавиться? Да. Никак вы оттуда не избавитесь. Вы можете сами уйти цинично, и вас все возненавидят. И мама перестанет с тобой общаться, и вообще с вашей семьей. Я не могу помочь на это. Ну тогда никак. Смотрите, вот эта мама, которая диктует свои правила в чужих семьях, это та мать, которая хочет все контролировать и живет вашу жизнь за вас. При этом это глубоко несчастный человек. Чаще всего, да? И при этом она делает своих детей такими же. Ко мне как-то приходил мужчина, у которого мама умерла, ему 65. У него как будто почву из-под ног выбили. Он никакой, вообще никакой. И с вами произойдет примерно то же самое, когда ее не станет. Вы все ее тихо ненавидите, но когда ее не станет, вам будет ее дико не хватать. И вы будете ей все ее вспоминать. Но вы друг друга сдерживаете в развитии. Смотрите, есть люди, которые обеспечивают своих родителей, есть люди, которые родители обеспечивают своих детей, когда они уже взрослые. Это вот у Осипова Петра мне понравилась фраза. Я очень сильно, честно, она прям въелась мне в мозг. Каждый раз, когда ты проявляешься по отношению к своим родственникам, друзьям или к братьям, сестрам, так, как родитель, как папа или мама, ты прибиваешь свой финансовый результат к полу. Если хотите развиваться, если хотите, отрывайтесь от своих родителей. И перестаньте как бы сверху вниз кого-то содержать. Содержание других людей – это тоже отчасти проявление эго. Я понимаю, что традиционно у нас положено, ну, есть какие-то вещи, но вообще лучше отдаляйтесь. Есть несколько, на самом деле… Вы сами только что говорили, вы отцу создали условия, другие лица. Нет, это другое, сейчас объясню. Есть, сейчас смотри, есть родители, которые вот… Знаете, ко мне приходит девочка и говорит, вот, мои родители такие старенькие, я им помогаю выплачивать кредит. Я говорю, тебе сколько лет? 22. Я говорю, папе с мамой сколько? 43. И она платит кредит родителей сама. То есть я родителям, ну, у меня… Я, может быть, и раньше помог, да, ну, в смысле сильно, но у меня возможности появились позже. Но родители можно содержать и помогать им тогда, когда они поставили на себе социальный крест. То есть когда они говорят, мы пенсионеры, работать больше не хотим, но явно на пенсию они не выживут. И ты даёшь им столько, чтобы жить более-менее нормально. Моё личное наблюдение нельзя давать больше, чем им надо. Знаете почему? Вы начнёте помогать через маму своим родственникам. Она начнёт раздавать. Любой человек, которому попадают деньги больше, чем он может воспринять, он раздаёт. Понимаете? И всё. Но если ты раздаёшь свои деньги, и ты не получаешь от этого удовольствия, твой внутренний ребёнок говорит, зачем мне работать. Если мы всё равно отдаём, мне мы ничего не покупаем. Для чего? И оттуда хроническая усталость, оттуда нет целей, оттуда зачем мне это надо, оттуда просто лень, оттуда же я не умею мечтать. То есть, ну вот, потому что для чего? Всё равно ничего не сбудется. Сколько бы я ни прилагал усилий, ничего мы всё равно мне не покупаем. моё глубокое убеждение того, что вот нищету из себя нужно выдавливать, да, потому что мы очень долго не жили хорошо. И если честно, вот сейчас, наверное, такой период, когда мы стали жить немножко лучше, да, и всегда был голод, и мы всегда боролись за выживание. То война, то там ещё что-то, потом 90-е там развалилось, нам жрать нечего было, да, и это сейчас мы говорим об успехе, это сегодня мы там пытаемся там ковырять родителей, там, что у меня там случилось. И когда приходят ко мне вот сейчас молодёжь, которым там по 19, по 20 лет, я думаю, господи, какие у вас проблемы, он не может выгрыбать вуз, да, ему оплачивают любой вуз в мире, и он не знает, где ему учиться. Я говорю, ну, да, то есть и наши проблемы, они разные, и запросы разные, но из-за того, что у нас вот эта нищета, она как бы въелась в наше сознание, да, и эту нищету нужно потихоньку из себя выдавливать. И это очень тяжело. Это всегда очень сложно и кажется дорого. Потому что нужно привыкать к хорошим вещам, нужно привыкать к хорошим путешествиям, нужно привыкать не считать там на кассе деньги, да, нужно привыкать к очень многим-многим вещам, к которым мы были не способны. И первое время это всегда гипертрофировано. Сначала это слишком вульгарно, вычурно, немодно, да и плевать. Просто вот, ну вот, все, наелся, потом появится стиль, наймешь стилиста, там, чего-то, но вначале ты начинаешь себе просто, то, что ты вот голодал, ты начинаешь себя это напихивать. Оттуда идут дорогие машины, оттуда идут дорогая одежда, оттуда идут дорогие, там, не знаю, аксессуары какие-то. Сначала нам нужно наесться. И вот это есть принятие. Те люди, кто хочет свой финансовый потолок как-то чуть-чуть сдвинуть, да, я это очень часто объясняю, но это нужно самого человека всегда ковырять. То есть на что тебе жалко денег, что ты себе не позволял сам. Потому что ты можешь себе позволять, там, допустим, дорогую одежду, но на нижнем белье ты можешь себе сэкономить. Допустим. Я вообще не знал, что с нижним бельем уже столько тараканов, если честно. Вот девочкам, честно, всем вот просто дорогие трусы купите, доллара за 200, хотя бы за 300. И носите цинично. То есть ты будешь потихоньку где-то привыкать, да, тебя будет, ну, как бы, как сказать, ты будешь привыкать, да, вот себя немножко баловать. Вот смотрите, ты зарабатывал, допустим, вот здесь. Я не буду говорить цифры, потому что цифры у всех разные. Ты зарабатывал вот тут, хочу вот здесь, да, там, допустим, в 10 раз больше. Ты должен из этого состояния вытащить вот отсюда какой-то артефакт и принести его сюда. Это то, что вот у тебя, мне все устраивает, я нормально зарабатываю, но хотелось бы развиваться. и такая, ну, что делать, да, ну, в принципе, зачем? Таким людям, если ты понимаешь, что ты уже стагнируешь, уже там год-два, там, и ничего не происходит, ты берешь, идешь вот сюда вверх, находишь вещь, которая очень капец какая-то, ну, вот, для тебя неприемлемая, у нее должна быть цена за гранью добра и зла. У тебя не должно в мост просто поместиться. Ты покупаешь и приносишь ее вот сюда. И все твое бытие летит в тартары, потому что оно перестает тебя устраивать. Та ситуация, в которой ты сейчас оказываешься, тебя перестает устраивать, и ты начинаешь ставиться сюда. Но если тебя все устраивает здесь, ты никогда отсюда не вылезешь. Никакого смысла не будет крутить педали, чтобы вылезти туда повыше. И каждый свой потолок останавливается, ну, как бы сам. И у каждого этот потолок, вот, и если ты думаешь, что следующий потолок легче пробивать, каждый потолок пробивать, ну, сложнее. Потому что категория цифр совершенно другая. Ты можешь заработать только ту сумму, которая у тебя есть в голове. Если этой суммы нет в голове, у тебя не будет ее в реале никогда. Ты должен их видеть и ощущать. Сегодня будет упражнение, когда мы будем вот это вот видение, там, через 20 лет, то я такой, это очень популярный этот, сегодня сделаем мы. Но ты должен увидеть эти деньги. Ты должен увидеть этот быт. Вы должны увидеть этого молодого человека, с которым вы хотите прожить весь всю жизнь. Вы должны его представлять. Вы должны эти деньги хотя бы увидеть или почувствовать. И поэтому, таким образом, ты потихоньку приходишь к тому, что вот, что тебе этого хочется, и я хочу, и я готов на это потратить еще там своих, там, сколько-то усилий и жизни. И тогда мы к этому растем. Некоторые люди, вот достигаторы, они фигачат. Да? Они зарабатывают, они еще, еще, им это знакомо, они это могут. Но достигаторам я бы рекомендовал обратить внимание на отношения с детьми, на отношения с мужем, потому что у вас там пробел. Те, кто там вот весь в эмпатии, весь в детях, обратите внимание на бизнес, у вас там проблемы большие. И люди, когда приходят, говорят, у меня вот проблемы в семье, я бы хотел быть более любящим, иди работай, уже хватит. Уже хватит. А люди, которые говорят, я хочу больше зарабатывать, им, скорее всего, нужно, обратите внимание на семью просто. Обрати внимание на семью, у тебя здесь тоже. Потому что оно одно за другим, оно вытягивает. Как только ты начнешь прокачивать область семьи, у тебя появятся тоже деньги, если у тебя там пробел. Если у тебя проблемы в деньгах, начни прокачивать деньги, и у тебя в семье начнутся лучшие отношения, чем были до этого. С женщиной точно. То есть, когда ты не зарабатываешь, у тебя плохие отношения с женой, когда ты зарабатываешь, у тебя хорошие. Так всегда было, и мне кажется, это всегда будет. Потому что основная функция мужчины, как бы безопасность финансовая, такая физическая любая. Перестаньте им помогать. Это, знаете, вот мем, не мем, ходило видео в ютубе, в фейсбуке было, где медведица учила медвежонка карабкаться, помните? И он уже почти дорос, она его тук, он вниз. Потом он опять ползет, ползет, она его опять туда. Вот так. Нужно просто бросить. Дай ему сюда, тянется. Ага. Чего? Говори. У кого правая рука не имеет? Сейчас, сейчас. Не имеет правая рука? Ничего страшного, души глубже. Смотрите, у кого не имеет правая рука? Давайте я чуть-чуть расскажу психосоматику, то, что сейчас происходит с некоторыми. Правая сторона это то, что связано с мужчинами и с проявлением в социуме. Рука, это я не принимаю то, что я делаю с мужчинами. Это ты за них счет самоутверждаешься, поэтому она болит. Спать можно? Спите, это энергия, наполняйтесь. Здесь очень много энергии, сейчас. В общем, берите. Если хотите спать, спите, ничего страшного нет. Сейчас мы дойдем. Левая сторона это все, что связано с женщинами и с тобой, как с женщиной. Если ты мужчина, то просто с женщинами связано твои взаимоотношения. Левая нога не хочу идти с женщиной, правая не хочу идти с мужчиной. Левая рука не принимает то, что я делаю с женщиной, правая с мужчиной. Все. И глаза это нежелание видеть, руки, уши нежелание слышать и так далее. Зубы это пора поесть. Когда ты сомневаешься, что выживешь, оно, короче, заработки, когда начинаешь сомневаться, начинаешь десна кровоточить, ну, вот это. А зубы еще? М? Пупок? Да, низ или матка. Нет, низ или матка, подожди. Вот отсюда, вот так, да? область живота, вот здесь, это тогда, этот человек живет за счет усилий воли. У мужчин, видели, бывает, пресс, ну, прям живот такой, как это, твердый такой. Это, это тогда, когда я иду, я не хочу, я все равно иду. Это тогда, когда мне, ну, не нравится, а мне надо. и вот мужчины, они через надо идут легче. Женщины через надо может тоже, но вам сложнее, у вас цена за это дороже, потому что это не ваша основная функция. Матка, это там, где все ваши женские обиды на мужчин и на женщин все вместе, но в основном на мужчин там. и матка очень у многих, она, знаете, спазмирована, она не пульсирует. Кто помнит, помните, в детстве ложили на живот руку и он тук-тук-тук вот так делал. Потом, когда ты взрослеешь, пропадает. Это тогда, когда замыкается здесь и вот это, это как бы энергия, которая вот жизни. И мы ее потихоньку с возрастом блокируем, на самом деле, вот эта пульсация должна быть постоянно. У меня появилось года два или три опять, слава богу. Надышал я себе пупок. Чего сам вам советую. Поясница в основном это агрессия, короче, это перекрытие сексуальных и финансов. Секс и деньги, короче, это вот поясница. И это всегда или нехватка, или избыток. Много денег поясницу ломит, мало денег тоже ломит поясницу. Денег должно быть в достатке. А? Воздуха не хватает? Это подождите, это мы сейчас, вы будете, это там вот салфетки, все к вам уже, это все готово. Подождите, подождите, вы так, не этот, мы сейчас всего человека разберем, вы только потерпите. Потому что мы сейчас будем прыгать от одного к другому. Смотрите, грудной отдел со спины, спина болит с грудного отдела, это перекладывание ответственности с себя на кого-то. Это подавленное лидерство. Это тогда, когда такие, знаете, люди говорят, вот, как это, я хотел выйти за него замуж, а он против, короче, ну вот, что-то вроде. Я хотел быть счастливой с ним, а он, короче, отказался. Или вот, или там, он должен меня устроить на работу, а не устраивает там. Ну вот, и вот такой перенос, это вот грудной отдел всегда. Здесь это вот у помогаторов вот этих, вот тут все. Это те, кто спасатели, это чужие, когда ты тащишь чужие проблемы на себе. Много ты тащишь, когда. Это вот болит вот шея. И вот сам атлант, где вот прям затылок, это когда ты контролируешь всех и все. Это гиперконтроль. И поэтому болит затылок. Ну и, короче, спазмируется. Истерики. Вы, наверное, видели, я вот здесь вот продавливал, там вот здесь чуть-чуть этот. Это тогда, когда, знаешь, это те истерики, которые ты недопрожил. Ты поистелил, и они урасли вот здесь замкнулись. И вот здесь же и область радости. Вот височный, у кого болят виски, правая височная доля, это отсутствие радости с мужчиной или как у мужчины. и левая сторона это отсутствие радости как у женщины или из женщины. И вот эти виски ломят, это вот это, отсутствие радости. И каждый раз, когда болят виски, просто порадуйся. Возьми, потанцуй, попрыгай, там как бы это. Оно вот, как бы просимулируй радость, и она появится. Ком в горле. У кого ком в горле, у людей, у них это бывает недосказанности, недоговоренности какие-то. Что-то ты вот недосказала, что-то ты это может, ну, в основном договарив, это обиды. То есть, это все вот тут. И у кого щитовидка, зоб там или что-то это, это подавленное творчество. То есть, там есть несколько причин на самом деле. Подавленное творчество это щитовидка, зоб, этот человек очень творческий, но он, это все его творчество, они рисуют и прячут под кровать. Никто не видит. Они стесняются вытащить и показать. Или девочка, или мужчина, он поет, но он не поет ни в коробке, нигде, ни на свадьбах. Никто не слышал. Вот он, вот тут все. Это же вот чужие проблемы на себе несешь. Есть вот правое плечо у кого-то ниже, да, многие девочки говорят, что я просто на правом плече сумку ношу. Это, знаете, мне одна девочка пришла, ей стоматолог сказал, что у нее челюсть вот так туда, ну вот бывает, вот так челюсть, из-за того, что она спала вот так. Это вот сумка, сумка это вот с той же серии, то есть, ты не можешь носить сумку на плече, чтобы у тебя плечо стало вот так. Спина, это первый звоночек психосоматический такой. это самое безобидное, что может с тобой случиться. Спина. Но сразу больно и понятно. И у некоторых спина болит, знаете, когда? Когда они хотят отдохнуть. Есть люди, которые не умеют отдыхать, им надо заболеть, чтобы не работать. Это началось, знаете, когда со школы, помните? Не хочу в школу, а вырастаешь, не прокатывает, спина болит. Есть люди, которые болеют специально, когда они чего-то не хотят делать. И это вот, честно, это настолько перенос ответственности, это просто нужно встать и сказать, я не хочу работать, я сегодня отдыхаю. Сядь и отдохни, то тебе не мешает. Но им нужно всегда оправдание.